Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, Городжи ничего не делает уже давным-давно. И он сказал, ну, вы сами предлагаете. Они сказали, ну, давайте Ранганата отправим. Вот отправили Ранганата. Ранганат приехал. Прошу прощения, что на целый час позже. Ну, видимо, так было нужно. Я также спросил у организаторов визита, чему посвящена лекция. И они мне сказали, что ничему. Ну, то есть я спросил, о чём говорить. Они говорят, о чём хотите, о чём хотите. Но только попросили мне говорить два слова. Постараемся. Я надеюсь. Может быть, не нужны эти прямые вещания в интернете. Мне говорили, что люди много-демного. Человек 50, может быть, 80. А там, оказывается, вся интернет-братья. Хотя кто смотрит сейчас лекции в прямом эфире, посвящённые непонятно чему. Меня хорошо слышно? Я как-то себя плохо слышу. Окей. Даже не знаю, как начать. Начать, как говорит Гуруджи, или начать, как говорю я. Я уже давно перевожу Гуруджи. Уже лет 8 я являюсь его учеником. И последние лет 5-6 я езжу с ним по странам бывшего СССР. Там, где люди говорят ещё по-русски, и ещё не говорят на английском. И я уже много слышал. А самое главное, что мы там в своих Гималаях занимаемся тем же самым. Причём только этим мы занимаемся. То, о чём говорит Гуруджи. И когда я перевожу, мне кажется, что всё достаточно понятно и просто. Но судя по последующим вопросам из зала, кажется, что на самом деле очень много чего непонятно. И как это переводить, то, о чём говорит Гуруджи, это тоже большой вопрос. И Гуруджи всё время говорит о селфе, о селфе, или как это сказать, он всё время говорит, познайте это селф на английском, что означает некая самость. А мои знакомые йога-тичеры и психологи убеждали меня не переводить это селф как самость, потому что самость – это какой-то термин психологии. И, по-моему, не очень хорошая вещь, от которой надо избавляться. Поэтому я переводил это как душу, но это тоже не очень правильно, потому что в современном русском языке душа воспринимается во многих формах, во многих воплощениях. Впрочем, как и в современном хинде, только на санскрите атма переводится как чистая душа. А в современном хинде атма тоже может быть в своей чистой форме, в виде чистой души, воплощенной в виде ума и воплощенной в виде тела. То есть, когда это душа, тело болит, они говорят, моя душа болит. То же самое, как и русские говорят, моей душе тяжело, моей душе хочется шоколаду, или моя душа тревожится. Это всё на самом деле идёт у души, которая воплощена в виде ума или тела. А когда Бабаджи говорит о селфе, вот этот селф реализейшн, это на самом деле познание той чистой формы души, которая не может быть ничем растревожена, не может ничего хотеть и не может чего-то не хотеть, потому что она есть всё, и у неё есть всё. И она была всегда всем, будет всегда всем и есть. И именно вот это знание, не знание, основанное на прямом опыте, основанное на прямом переживании, оно как раз и освобождает от этих привязанностей к страданиям. То есть страдания то остаются от этой жизни, но они становятся уже как бы и не страданием, а просто как переживанием этой жизни. И нельзя сказать, что счастье и несчастье, несчастье исчезают из жизни реализованного человека, но они перестают быть уже такими несчастьями, как они происходят в жизни нереализованного человека. И понять это очень сложно. Поэтому я смотрел на людей, которые приезжают к нам в Атуракаши в Ашрам, чтобы практиковать йогу, медитацию, процесс очищения от всяких загрязнений ума и тела. И они как бы ожидают, что чем дальше они будут медитировать и практиковать, тем больше у них будет счастья, и тем меньше у них будет несчастья. Потому что во всех книжках, во всех священных текстах написано, что человек, познавший то, а у нас на русском переводит Бога, извините, не надо было это слово говорить, то человек, познавший душу, человек, познавший истину, навсегда освобождается от страданий, навсегда освобождается от смерти, и, получив это вечное бессмертие, пребывает в состоянии вечной ананды. Ананды у нас переводят как блаженство или радость. И вот люди, практикующие, через несколько недель начинают волноваться, что вот они практикуют, что они отказались от многих своих удовольствий, в своих домах, которые они любители. А от чего-то блаженства не прибавляется, наоборот, всё хуже и хуже становится, и становится всё более беспокойным. И если раньше можно было простить пересоленную порчь, то сейчас уже нельзя. И начинают кричать на бедного повара, у которого 40 человек таких, и кому-то нужен недосоленный, а кому-то нужен пересоленный. И вот у себя дома он сидел и всё прощал, а здесь пришёл в ашрам, и никому ничего не прощает. А нашему Гаруджи всё это давно известно, он смотрит на всё это происходящее и ждёт, пока человек сам догадается, что ему же дело. И когда кто-то начинает много объяснять, типа меня, он говорит, зачем объяснять? Надо, чтобы человек сам дошёл до этого. Тогда он поймёт от раз и навсегда. Тогда это будет его знание, настоящее прямое переживание. И речь идёт не о переживании счастья или несчастья, речь идёт о переживании прямого понимания, что это счастье и несчастье всего лишь продукты нашего ума, нашей умственной деятельности. И что ум можно поставить в такую позицию или в другую позицию. И счастье, которое ещё вчера оказалось таким большим счастьем, сегодня окажется уже большим несчастьем. И наоборот. И когда человек это начинает понимать, тогда считается, что он начинает отвязываться от своего ума, верить в то, что, понимать то, что этот ум не есть он сам, а есть нечто, что наоборот мешает ему быть. И тогда начинается вот это бесстрастие, как это называют в христианстве, или вейрагья, как это называется на санскрите, когда пропадает интерес ко всему окружающему миру. Не в том смысле, что он ужасен становится, а в том смысле, что этот окружающий мир не может принести того счастья, которого все так ищут. А все ищут же счастья и покоя. Больше ведь никому ничего не нужно. И Бога ищут, и истины ищут только потому, что обещают, что после познания Бога, или истины, или души, человек обретёт этот вечный счастье и покой. Но, если нам здесь не о чём говорить, точнее, вы не ожидали ничего, а может быть, всё-таки вы что-то ожидали, может быть, вы скажите мне, о чём вы хотели бы послушать, потому что я могу много вам что рассказать. Я могу вам рассказать, о чём занимаются в Гималаях саду, почему Баба Джи, чем Баба Джи отличается от многих других Баба Джи. Но при этом любой ученик всегда будет хвалить своего Гуру Джи. И если свой ученик не хвалит своего Гуру Джи, то значит, он дурак. Значит, он сделал своего, не самого главного человека своей жизни своим Гуру. А как бы нужно делать именно тот, кто для вас Бог, тот и есть ваш Гуру. Потому что, как я уже сказал, все проблемы, на самом деле, в нашем уме. И, значит, чтобы освободиться от этих проблем, нам нужно каким-то образом освободиться от нашего же ума. А если вы посмотрите по сторонам, имея в виду свои жизни, то вы увидите, что там везде присутствует ваш ум. Везде. Даже когда вы спите, даже когда вы спите без сновидений, проваливаетесь, и вы потом появляетесь, и так, о, меня не было. Я спал и ничего не знал. Это же тоже ум. И в йоге это называется в ритте отсутствие. То есть это тоже состояние ума. И как же нам, мы находимся как будто в аквариуме собственного ума. И окружены вот этими стеклянными стенками нашего эго. И с одной стороны, этот мир вокруг нас бесконечен, а с другой стороны, мы не можем выйти за пределы этого аквариума. Мы все время бьемся головой об этой стенке и никак не можем выйти. И не можем понять даже, как выйти из этого аквариума, потому что мы очень давно сидим внутри этого аквариума. Можно сказать, всегда. Потому что во всех религиях сказано, что этот мир был создан так давно, что мы даже не помним, когда его создали. А йоги говорят прямо. Йоги очень практичные люди. Они говорят, ну если мы не можем сказать, когда этот мир создался, тогда давайте примем, что он был всегда. А это значит, что наша душа очень давно отделилась от того, о чем нельзя говорить. И давно уже находится от него в изоляции. И память о том, что мы все-таки где-то там с ним одно и то же у нас есть, но сверху этой памяти наложено столько памяти наших миллиардов, миллиардов жизней, этих бесконечных перерождений. Что эта память просто как только нить такая, которая просто вибрирует где-то внутри и не дает нам успокоиться до конца. Но снаружи наложены горы, горы наших переживаний, пережитых жизней. И они совершенно не знают. Они все находятся внутри этого аквариума. И мы просто не знаем, как выйти за пределы этого аквариума. Разные религии используют разные способы выхода из этого аквариума. В Индии они согласились на самый простой вариант. Они сказали, найди себе духовного наставника, поверь в него на 100%. Ну, признай его Богом. Кстати, они называют Бог живой. И делай все, что он хочет, все, что он скажет. И это будет единственный способ выйти из-за предела своего ума. И неважно, реализованный он или не реализованный. И неважно, чего он хочет на самом деле. Главное, чтобы вы перестали делать то, что делает, заставляет вас делать ваш ум. И начали делать что-то совершенно другое. И это очень серьезная практика. Именно поэтому традиционные йоги, традиционные садху, они 10-12 лет муштруют своих кандидатов в ученики, чтобы просто научить его жить не по своему уму, а по уму гуру. У них даже есть так их два слова. Они говорят, все люди разделяются на две категории. Гуру муки и ман муки. Ман муки – это тот, который повернут к ману. Мук – это лицо. Ман муки – это человек, который обращен своим лицом к своему уму, то есть слушает свой ум. А гуру муки – это тот, который обращен лицом к своему гуру и слушает своего гуру. Так вот, ман муки – они не могут заниматься духовным развитием, потому что ман муки – они всегда слушают ум. А ум – это ум. А духовное развитие – это то, что с душой связано. А как слушать свою душу, мы не знаем. Поэтому они говорят, ну вы научитесь слушать своего гуру. И когда вы научитесь его слушать, вы поймете, что значит слушать свою душу. И Баба Джи подтверждает, он говорит, душа говорит, но говорит один раз, и очень тихо, и в самом начале. А потом начинает, включается сразу ум и начинает объяснять, рассказывать. И вот вроде бы, как бы вы даже приняли решение, что вот сейчас вот пойти надо сделать такое дело. А потом ум говорит, да там это сложно, сейчас не то время или еще что-либо. И вы начинаете передумывать. Или наоборот, вы отказываетесь от каких-то действий. Ну вот не нравится вам, не надо вам это делать. А он говорит, нет, это очень важно, это очень полезно, заработай много денег или будь такая выгода. И мы опять ведемся на поводу нашего же ума. И делаем то, что потом, о чем потом сожалеем. И для того, чтобы научиться не вестись на поводу своего ума, хорошо иметь какого-то постороннего человека, не вычитанного в книжках, не принятого, как там кто-то рассказал, что был такой великий мастер. И вот давайте назначим его своим гуру. Или кто-то рассказал про книжку. Вот даже если она там Библия или Бхагавадгита. Давайте назначим его гуру. В Библии так сказано, или в Бхагавадгите так сказано, или в Коране так сказано. Там сказано все правильно, но там сказано таким образом, что понять это непросто. Потому что то, о чем там идет речь, об этом нельзя говорить прямым текстом. Можно только примерами, метафорами. А любой пример имеет всегда изъян. И во всех религиях и религиозных философиях сказано, что когда мы говорим о том, причем в Ведах так и написано, там не говорится, кто это. Там говорится, что это то, не это. Это, это что-то другое. А вот то, о нем нельзя говорить напрямую. Можно использовать только примеры. А примеры, они всегда ограничены. Если его сравнивать с Солнцем, то он только по свету похож на Солнце, но по форме не похож. То есть нельзя считать, что то это такое же круглое и горячее. Нет. Оно просто излучает свет так же, как Солнце. А если его сравнивают с водой, которая вездесущая, или там с воздухом, который вездесущий, или с космосом, который вездесущий, то это по вездесущности он как похож на космос, а по его пустотности не похож. Он наполнен всем. И понять это невозможно, потому что он находится высоко за пределами ума. Поэтому первое, что нужно научиться в этой духовной практике, точнее, в духовном развитии, это перестать потакать своему уму или перестать вестись на свой ум, попадаться на его крючки. А он занимается нашими, как это сказать, по-русски, и вежливо. Но он нас, мягко говоря, обманывает уже миллиарды, миллиардов лет. И он знает все наши слабости, и он знает все наши неисполненные желания, и он знает все наши тонкие места. И всегда на два шага вперед нас, если мы его слушаем. То есть, как сказал мне один гуру-брат, он сказал, прежде чем начать верить в человека, не нужно понимать, правду он говорит или неправду. Нужно понять, зачем он это говорит, для тебя или для себя. Для чего он старается, кому он хочет помочь в результате, себе или тебе. Если он хочет помочь тебе, тогда надо слушаться его. А если он хочет помочь себе, в первую очередь, тогда надо его очень осторожно слушать. А может быть, даже и не слушать. Потому что в любом случае, все, что бы вы ни делали по его указке, это приведет к его выгоде, а не к вашей. И может быть, ваше будет, а может быть, и не будет. То же самое с умом. Ум начинается с эго. И все, что делает ум, он все делает, исходя из эго. Как говорит Бабаджи, в этом мире, во всех этих трех мирах, или семи мирах, или четырнадцати мирах, их там много классификаций, математики доказали 27 миров, говорят. То во всем этом мироздании нет ни одной силы, которая работает без личной выгоды. Все силы связаны с какой-то либо личной выгодой. И только одна сила не связана с личной выгодой. То бесплотная и вечная, часть которого вы являетесь, часть которого есть ваша душа. Поэтому, если уж слушать кого-то, что нужно делать в этом мире, и что нельзя делать в этом мире, как жить в этом мире, чего хотеть в этом мире, как жить этой жизнью, и как общаться с другими в этой жизни, то слушать надо того, кто без эго. То есть Бабаджи говорит свою душу, вот этот селф, этот центр душа, на самом деле, я, конечно, так и не дошел до толкового словаря Ажегова, к сожалению. В Индии его нету. Не посмотрел, что же значит душа, откуда она взялась, это слово. Но на санскрите атма означает буквально самость, то есть самая-самая эссенция всего существа нашего. Тот центр, самый-самый центр центр нашего существа, из которого все началось. И, видимо, душа – это то же самое. Мы же говорим «душа компании», правильно? Мы говорим «всюду». Ну, то есть это как будто центральная часть, самая основная часть всего нашего существа. У нас есть и тело, у нас есть и ум, у нас есть еще эмоциональное тело, у нас есть много разных тел. Ментальное тело, психическое тело, Бабаджи говорит, духовное тело. Но все они как покровы, которые начинаются с одного центра. И вот этот центр, он один и тот же. И он не меняется. И надо его познавать. Потому что все остальное, все, что его покрывает, все наши тела, даже космическое или кузуальное тело, которое живет миллиарды-миллиардов лет, и уже наполнено светом сознания и истины, оно все равно меняется, так или иначе. А значит, не может быть истиной. Потому что, я не знаю, я учился на математическом факультете, и мы все время как бы говорили об истине, но пока я не приехал в Индию, не почитал эти их несвященные писания, я не понял, что такое истина. Они говорят, истина – это то, что никогда не меняется. Если этого не было вчера или этого не будет завтра, то это не может быть истины. Если она каким-то образом изменилась когда-то, то этого не может быть истины. Истина – это то, что было всегда такой же, таким же, есть такой же, и будет таким же всегда, без изменения. Тогда это истина. А все остальное может быть только принятой истиной, а что на самом деле является неистиной. И тут уже другие говорят, что это ложь, третьи говорят, что это иллюзия, четвертые говорят, что это все принятые истины, пятые говорят обусловленные истины, обусловленный мир. Но это все не важно. Важно то, что истина где-то рядом, она где-то в другом месте. И только, а ведь мы на самом деле все ее и хотим, потому что нам надоело все это переменчивость, изменчивость. С одной стороны, она нас привлекает, и нам скучно, когда все перестает меняться. Но, с другой стороны, в глубине души именно все ее и хотят, этого покоя, этой истины, этого стабильности, и уже всех изменений внутри стабильности, чтобы не было скучно. Поэтому Баба Джей говорит, что давайте говорить об истине и опознании истины как о self-realization. На санскрите это называется атма. Атма означает самость. Самое познание атмы называется атма джиняна. Джиняна означает знание на прямом опыте, то есть знание, полученное прямым переживанием. Не то, что вам сказали, что вода соленая в океане, а вы пришли в океан, покунули, выпили эту воду и поняли, вот она, соленая вода. Вот это уже джиняна. А до этого это была информация, что вода в океане соленая. Попили, и вы поняли, какая она соленая, насколько она соленая, и что такое океан. Все поняли. Вот это джиняна. И атма джиняна – это та джиняна, которая никогда не меняется, потому что океан может поменяться. Он может быть чуть соленее или менее соленым. А атма, она все время одна. И именно поэтому атма джиняна — это та самая джиняна, ради которой стоит жить, говорят в садуху, говорят духовные люди. Атма джиняна, вот это познание на собственном опыте, была переведена сначала на хинди, а потом на английский. На английский она получилась self-realization, а self-realization на русском получилась самореализация. И вот это слово атма джиняна, достаточно большое и глубокое, превратилось в это странное слово самореализация. И я вижу много людей, которые приходят к Бабаджи, которые со всей силы хотят этой самореализации, но они вкладывают в это какое-то уже другое понятие, понимание. То есть когда в Индии люди говорят, я хочу получить атма джиняну, они говорят о том, что они хотят получить некое такое знание, совершенно сильно отличающееся от всего того, что они знают сейчас. А когда в Россию приходит человек, в основном, я не говорю про вас, я говорю про тех, кого я видел раньше, и говорю, я хочу самореализацию. Это получается, что я как бы хочу чего-то реализовать для себя, любимого, в то время как вроде как там наоборот надо с эго разбираться, от эго надо освобождаться. И там от себя любимого в первую очередь нужно освобождаться. А мы не понимаем, как это освобождаться от себя любимого, тогда кому это нужно? Они в Индии, они верят в Бога, они говорят ему, а мы верим, мы не знаем. Если кто-то верит, то можно поверить, что ему нужно. Потому что, а если кто-то не верит, то можно по-другому себя убедить. Посмотрите на этот мир. Вы же видите, как много здесь богатых и красивых людей, как много успешных людей в этом мире. Но счастливы ли они? Получили ли они тот счастье и покой, ради которого они все это сделали? Наверное, нет. Почему? Хотя среди них есть много хороших людей. И вы знаете, я раньше, когда занимался мирской суетой, я видел много таких людей. И видел, что они абсолютно несчастливы. И меня это очень расстраивало. Потому что мне объяснили, что мне надо заработать много денег, заработать большое имя, построить большой дом, ездить на дорогой машине, и у меня все будет хорошо. И я не хотел с детства, я помню этого. Но мне все говорили как один, что надо это делать, надо это делать. И учили меня и в школах, и в институтах именно этому. Зарабатывать. Имя, деньги, положение. Я не знаю, все-все-все. Побольше. И станет хорошо. А я зарабатывал, и сразу понял, если нужна большая машина, то нужно общаться с теми, у кого большие машины. Если нужны деньги, то нужно общаться с теми, у кого деньги. И я как-то сразу с этими денежными людьми начал встречаться, с людьми на больших машинах начал встречаться, с ними пытаться работать. Посмотрел, они совсем несчастные. Они хуже, чем я. И у меня нет машины, но и я как-то более спокойный. У них такие большие машины, они как-то бегают на этих машинах, ездят постоянно, даже победать времени нет. Я очень сильно волновался по этому поводу. И уехал в результате. А вот сейчас, благодаря Бабаджи, мы приезжаем, приходят духовные люди. И приезжают люди на больших машинах, очень хорошие. И у них большие дома, и у них там, не знаю, там, корпорации гигантские. И они прям очень хорошие люди. То есть можно быть счастливым с большими машинами, а можно быть и несчастным на больших машинах. Значит, вот это счастье и несчастье, оно где-то в другом. Вот это, знаете, мне тут недавно принесли посмотреть, у вас сейчас очень, не знаю, модный, я боюсь очень обидеть этого актера. Гришковец, да, его зовут? Театр одного актера, он делает очень хорошее. Там вот он как раз об этих условиях счастья рассуждает. Я удивился. Вот он, смотрите, человек, без гуру, без всего, дошел сам до этого. Что где эти условия счастья? Помните, он рассказывал, вы можете всю пятницу мечтать о том, что вы сейчас пойдете веселиться, созвониться с друзьями, прийти в свой, назначить, а, там открылся новое место, пойдем туда, посмотрим. Пришли туда, оно закрыто. Пойдемте, ну, то есть рядом есть еще один. Пришли туда, а там полно народу. В конце концов, в каком-то пятом месте попали, вас пустили, и все получилось удачно, и хорошо покушали, и хорошо выпили, и потанцевали даже, и с кем-то даже поругались, и с кем-то даже помирились, и наутро приехали на такси, и уже так плохо все помните, и помните, что таксист был хороший, и вы ему так руку пожали, точнее, руку так подняли, и вы все это идете, вспоминаете это все, вы к себе домой подходите и говорите, вот особенно в последний момент, когда я ему так сделал, о, а где портфель? И все такие, ах! И проходит весь этот ужас за одну секунду, и вы можете посидеть же, правильно, за одну секунду, а вы открываете ключом, открываете дверь, вот он, портфель в коридоре, и вы получаете это счастье в коридоре собственной же квартиры, и не нужно было никуда ходить. Это очень важное замечание на практике. Может быть, да, действительно, не нужно было тратить столько денег и времени, и здоровья, это же все на печени отказывается, на морщинах. Именно об этом Баба Джей и говорит. Только он говорит об этом с точки зрения уже реализованного, йогина, человека, который реально познал, где это, что это, то, о котором все так говорят много, но никто не может этого познать. А самое главное, человек, который это познал, у него как-то все эти желания, они не то чтобы исчезают, они продолжают еще мешать, как мухи назойливые, но уже нет желания с ними никак общаться. И единственная мотивация исполнения желаний человека, познавшего свою душу, это чтобы это желание в конце концов исчезло, чтобы оно больше никогда не появлялось. Бросить собаке ее кость и все, чтобы оно успокоилось. То есть исполнение желаний с целью не возникновения следующего желания, не укрепления этого желания, а наоборот. В Индии говорят, что человек, познавший, что исполнение желаний приносит еще два желания, и поэтому счастье через исполнение желаний невозможно, это уже мудрый человек. Это человек уже, который достиг определенной мудрости, и тогда он снимает с себя одежды. Мирского человека одевает на себя одежды духовного человека. И в Индии они начинают говорить, о, смотрите, мы тут еще верим во что-то, в свои счастья и несчастья, в свои желания, а он уже все понял, и вот он уже достоин уважения. И они уже начинают ему кланяться издалека и смотрят на него с уважением. И даже я, несмотря на то, что я иностранец и похож на англичанина, который 200 лет издевался над Индией, они все равно смотрят, что я в таких одеждах, и смотрят, что я живу где-то там, в лесах, и тоже очень уважают, и помогают, и кормят, и поят. И я за 10 лет ни разу еще не был голоден в Индии, больше, чем полдня. Хотя написано, что надо 3 дня не есть ради Господа, 10 дней не есть ради Господа. Я пытался, не получается. Кормят каждый день. Что не делаешь? Я и на 5 тысячах жил, и на 6 тысячах километров забирался. Каждый день кто-нибудь обязательно тварьет, и она кормит. Прям ничего не поделал. Отказаться нельзя. Он два дня шел до вас. Мгарач, баба, вот, ты еще жив, на, поешь. Только что поел. Не, ешь, ешь, ешь. Хорошо. Там, кстати, я понял, что умереть мне так просто. Даже, я бы сказал, сложно. Только когда Господь захочет, тогда можно. Пока не захочешь, нельзя. А что боимся тогда, если нельзя? А в Индии говорят, раньше, чем по времени и больше, чем по судьбе, не получишь. И все. Можно расслабиться. Правильно. Но при этом есть свои долги, обязанности. Есть жены, дети. Есть гарантийные обязательства, письма, кредиты же даже есть, да, еще. Мало того, что их нужно отдать, нужно еще и получить. Те, которые кому-то другому дали. Нельзя уносить это с собой в следующую жизнь. Или в рай. В раю будет не так приятно с этими воспоминаниями. Надо освободиться от них здесь. Поэтому надо все это исполнять, говорят они, и не волноваться. Потому что все равно больше, чем по судьбе и раньше, чем по времени, ничего не получишь. У нас решили, что это вредное очень мышление и что это приводит к бесцветному. К ленивости такой. Изобретили думать об этом. Может быть, это и правильно. Вот я смотрел на индусов. Они такие легкие и врут так легко. И обещают так легко. И никогда даже не задумываются, как исполнять эти обещания. А вот я думаю, зачем они? Они же вроде хорошие люди. А они говорят, а что ты так отказываешься? Это же нехорошо. Человек напротив может не понравиться. Потом ты соглашайся. Скажи да. Потом разберемся. Вдруг получится. И вы знаете, получается в 50 случаях из 100. Получается. Вот они говорят, давай сделай то. И вам совсем не хочется. И у вас нету сил. И вы не можете никак ему помочь. А если сказать да? Он как-то раз, что-то там раз, и кто-то другой ему помог, и что-то там все так получилось. И он с вами счастлив, и вы с ними счастливы. А у нас наоборот, разве нет? А мы такие, ну нет. Это же самое любимое начало нашего ответа. А потом получается, что можно было. И столько этих препирателей, все на смарку. Можем действительно говорить, да. Только не в банках, когда кредиты берете. Да. Я сам тут, как Гриш Кобец, начал выступать, мне кажется. Я человек уважаемый. Господин Мамонов тоже очень уважаемый человек. Тоже до всего дошел своим умом. Если бы было гуру у него, а может быть у него есть даже гуру, я не знаю. Потому что я сидел и на пяти тысячах, и на четырех тысячах, и на трех тысячах, и на нуле, на уровне моря. И практиковал и там, и сям. И много ел, и мало ел. И спал много, и не спал много. А потом приходил к своему гуруджи, кланялся к нему, говорил, он нам на рай. У нас так положено. Можно сказать, здравствуйте. И почему-то что-то у меня в голове менялось сразу. Я вот смотрю на людей, которые не ходят к своему гуруджину поклонной и практикуют по 20 лет. А я вот так вот пять лет, два года практиковал буквально. И смотрю, а что-то они какие-то странные, что-то не понимают таких простых вещей. А я все понял. А мне гуру-братья-старшие говорят, ну, конечно, тебе же гуру. Он же этим и занимается. Поэтому я всем говорю, что поклонение вашему гуру, они заменяют много лет вашей личной духовной практике. Но без духовной практики бессмысленно кланяться. Надо обязательно, чтобы практика была. Потому что готовность к изменению должна быть в вашем уме. А изменение, возможно, только благодаря вашему гуру. Он как раз есть тот самый человек, который уже вышел из этого аквариума. И он может вас взять из этого аквариума и вынуть его. И положить сюда. А мы, если будем это делать сами, мы будем сами себе убеждать, что мы уже даже не в аквариуме. А это будет все тот же аквариум. И мы можем даже говорить, вот мы уже себя вынули из аквариума, а это будет все тот же самый аквариум. Как сон во сне. И эти сны во сне, они все время меняются. А у нас еще очень такой век быстрый. У нас так много информации. Нас вычет всему хорошему. И мы очень умные. Мы стали очень умными. Я с Индии приезжаю, все такие умные. В Индии как-то прям даже кучно потом становится. Они как-то все... Вот спросишь его, почему ты солишь? Почему надо так делать, картошку варить? Он говорит, я не знаю. А спроси нашего, почему надо так чай заваривать? И все, на полтора часа у вас есть время послушать, как надо заваривать чай, почему, что такое 95 градусов воды, что такое 99 градусов воды. Они не знают. Он 5 минут поварил в кипятке с молоком. Все, чай попили. Цвет хороший, все отлично, чай прекрасный. Цвет плохой, даже если там 48 тысяч долларов в килограмм стоит и вкус всех райских садов. Нет, цвет не подходит, не буду пить. У него все просто. И может быть в этом есть секрет. в простоте. Бабаджи говорит, что истина такая простая, что нет смысла так много умничать. Наоборот, надо не умничать. Я вот с ним живу в этих визитах, смотрю на него с утра до вечера и вижу, что он не умничает. Никогда. И вот мы собираемся ехать, его зовут, давайте в Екатеринбург сеездим, в Красноярск сеездим, давайте на Алтай сеездим. Бабаджи говорит, давайте. А можно мы там то сделаем, можно? Можно. А программу вам показать? Покажите. Я показываю ему. Он говорит, видели? Он говорит, видел. Потом приезжаем в Москву. Он говорит, куда едем? Я говорю, вот там встреча с таким-то. А че? Правда? Ну да, я же вам показывал. Ну да. То есть он на самом деле не думает так далеко. А зачем? Если раньше, чем по времени и больше, чем по судьбе не получишь. Но с долгами надо разбираться, говорит Бабаджи. Поэтому убегать нельзя. И все мои грубратья, говорят, у нашего груджи только одно учение. Не смотри, слушай, главное не убегай. И это очень сложное учение. То есть это как раз та самая отработка кармы, про которую все так много говорят, но никто не делает, я смотрю. Если все сразу AC включил, и все, жара пропала. Скучно, магнитофон включил, музыку. плохо, раз хлопнул 100 грамм, и уже хорошо. А надо же посидеть со этими переживаниями, отработать их. Человек не нравится, но сказал ему плохое слово, он ушел. Человек понравился, наоборот, ему начинаешь хорошие слова, что подольше остался. Это же не отработка кармы. А вот мы сходили к Бабаджи, к чиновнику, а чиновник его не любит. А Бабаджи ему спасибо, до свидания, извините, извините, спасибо. И чем больше он его не любит, тем больше Бабаджи ему спасибо, говорит. А потом говорит, если хотите развязаться с плохой кармой из прошлого, говорите спасибо, мне ничего не нужно, спасибо, я счастлив, спасибо, 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 извините. И все. И у него не возникнет никаких, а и начнете припираться, и возникнут негативные, как это сказать, реакции, отложатся снова в сознании. И вот эти плохие санскары, которые нас привели уже к этим проблемам, они не рассыпятся, а наоборот укрепятся, примут другую форму. И в следующей, в будущем, может быть, в следующей жизни снова придется встречаться с этим человеком и снова разбираться с ним. А так вот все, вот он обманул вас, но совсем подлец, совсем плохой, все украл. А вы ему спасибо. И он как бы даже удивлен, иногда бывает. Я видел, люди удивляются. и он как бы понимает, что все, вот все, что мог сделать с вами, он уже сделал, и больше ничего не осталось, и больше у него нет никаких надежд, желаний с вами встречаться. И это хорошо, особенно с плохими людьми. Дайте ему. Поэтому Иисус Христос говорил, подложите, подставьте правую, когда ударили по левой. Это очень правильно, это практическое руководство. Но для этого не нужно эго. Для этого нужно убирать гордыню. А чтобы убрать гордыню, я не знаю, что нужно. Во-первых, нужен гуру джи. Во-вторых, нужна вера во что-то большое, которое все знает, все делает. Точнее, ничего оно не делает, потому что нет у него ни ручек, ни ножек. И даже ума нету подумать, потому что это какое-то космическое сознание. Но зато с его молчаливого согласия все происходит. И с его молчаливого решения эта вся вот эта вот кутерьма, которую мы называем окружающий мир, она всяк-то окружает нас как-то систематически. И человек умный, точнее не умный, наоборот, человек тонко чувствующий, он может увидеть эту систематичность, что кто где-то там чихнул в соседней деревне, а в соседней деревне дождь пошел, и он как-то видит это все. Правда, психологи называют это шизофренией иногда, с этим проблемой. С науками плохо у нас, они все основываются на лабораторных испытаниях, на лабораторных экспериментах. И человек, который образован нашими современными науками, он уже перестает верить в Бога совсем. Ему нужно вот показать его, покажите мне эксперимент, и мало того, надо подтвердить это еще в пяти лабораториях по всему миру. Тогда мы поверим. А не получается. Баба Джи смеется, говорит, пока до самадхи не дойдут, ничего не поймут. А самадхи – это личный опыт, личные переживания. Невозможно им поделиться. И любой другой в самадхи зайдет, у него будет другое переживание. Там, внутри, будет одно. Но после того, как он доберется до этого самого внутри, и выйдет наружу, ему же будет все равно, поверит ему или не поверит. Потому что он уже все, он уже исполнился, он уже понял, что там в основе всего лежит нечто совершенно неизменное. Никогда неизменное, и ничто не может на него повлиять. Мало того, оно при этом очень хорошее. То есть мы с вами все в душе очень-очень хорошие, одинаково хорошие. И только там, на поверхности, где ум работает, мы все разные, иногда даже плохие. Хотя изначально все хорошие. И даже самый большой злодей, когда делает какие-то большие злодейства, у него где-то там в глубине души есть какая-то мысль, что это нужно делать, чтобы было хорошо. То есть тоже все стремятся к хорошему. Поэтому Баба Джи открыл эту компанию «За мир во всем мире». А в Красноярске спрашивали у нас. Мы очень рады, что вы открыли эту компанию «За мир во всем мире». Мы слышали, что, ну, сейчас вот уже ученые, как обычно доказали уже все, что эти солнечные системы, они имеют ограниченный срок жизни. То есть они когда-то появляются, а потом исчезают в один день обязательно. И наша солнечная система тоже однажды исчезнет. А мы, как вид человечества, как вид, тоже можем исчезнуть с этой солнечной системой, вместе с этой системой. И нам нужно срочно отсюда уезжать, на другую солнечную систему, на какую-то. Но мы так разъединены этими междоусобными войнами, там, религиозными, экономическими, национальными, по-разному, что у нас не хватает ресурсов собраться все вместе и придумать этот способ выхода за пределы нашей солнечной системы. А ваша компания «За мир во всем мире», она такая хорошая, что вот она объединяет всех людей, и мы, наконец, объединимся все вместе и создадим этот космический корабль или там еще что-то, чтобы все улететь с этой умирающей солнечной системой и на другую, на какую-то более молодую, видимо. И правильно я понимаю? Вот скажите, какие конкретные шаги вы делаете? Был такой вопрос. Молодой человек не отставал от Баба Джи, прям вставал и не садился. И его пытались уже все сажать, а он нет. Вы мне расскажите, какие конкретные шаги принимаются для объединения этого мира? А Баба Джи все одно. Вы не верите в себя. Вы не верите в себя. Вы есть душа, вечная и бессмертная. И все. И он даже не объяснял, что это солнечная система, это она появилась вчера и завтра умрет. А вы как были тысячи лет, миллиарды, миллиардов тысяч лет, так и будете. И он так и не понял, пока я ему не сказал, что ну вы же поймите, что вы бессмертные. То есть Баба Джи как-то ему сказал, что вы душа, бессмертная. И тут я понял, вот душа бессмертная. А система, они умирают, рождаются, это не важно. И тогда я понял, что вот Баба Джи смотрит на нас на всех и смотрит, как мы перебираемся в своей песочнице. У кого-то лопатка покрасившая, а у кого-то сломалась уже. И мы начинаем ссориться между собой. И куличики у нас у всех разные, и у всех самые хорошие, потому что меня папа научил или бабушка. А вот он сидит на ловочке, смотрит на нас в этой песочнице и как-то любит всех нас. Потому что он знает, что все внутри мы одни и те же. Мало того, мы не одни и те же, мы одно и то же. Потому что это селф, это центр наш. Он один на всех. Не знаю, я боюсь проводить аналогии с последними событиями. Но мне кажется, что в христианстве это называют Дух Святой, бесплотный, который везде и всюду, который все и вся. И он один. И в нем откуда-то взялась эта стенка аквариума, который начал говорить «я». В йоге это называется Ахамкара, мысль «я». Был это космическое сознание. И вдруг в нем появилось это завихрение. Так и называется завихрение. Вритти. Помните, кто тут йога образованный? Там есть вторая строка Йога Патанджали Сутр. Что йога — это чита-вритти нирода. Ниродаха. Остановление. Вритти в чите. Вритти на санскрите означает круг завихрения. А чита — это сознание. То есть, грубо говоря, йога — это остановление завихрений в нашем сознании. Ну, по-русски, в нашем мозгу. У нас в Москве есть какие-то завихрения, их надо остановить. И все эти завихрения есть этот мир. Причем многие говорят, что это иллюзия. Это не иллюзия. Этот мир есть. Но эти завихрения его делают не таким, как он есть на самом деле. Поэтому, чтобы понять, что этот мир на самом деле, что мы есть на самом деле, нам эти завихрения нужно остановить. И тогда, спустя этот чистый океан, незамутненный океан сознания, мы сможем воспринять сначала свою душу, которая чистая и божественная, которую невозможно описать, но можно сказать только три слова. Сата, Чит, Ананда. Истинность, осознанность и блаженство. Или истина, сознание и радость. Беспричинная, вечная радость. Только эти три слова можно сказать про то, что мы есть на самом деле. А что это такое на самом деле, как это выглядит и какой-то формы, нельзя сказать. Но можно пережить. Можно пережить на собственном опаде. Именно поэтому надо все это делать. Для этого, точнее. Именно для этого и нужно все это делать. В йоге также написано, что направление движения в этом мире есть два. Есть, называется, бхога на переживание, а есть опварга, на освобождение. То есть, в этом мире изначально есть два пути. Один наружу, как Бабачи говорит, внешнее путешествие, на переживание этого внешнего мира. А второе внутрь, на освобождение от влияния этого внешнего мира. То есть, и причем там не написано, какой из них хороший, а какой плохой. Просто написано два движения. И, видимо, надо пройти все движение наружу до конца, чтобы понять, что там ничего нет, и начать возвращаться обратно. И причем, когда вы начнете возвращаться обратно, это не значит, что вам нужно бросать детей и уходить, или жен, или работу, и не отдавать долги, а наоборот. Надо перестать убегать и начать работать. И очень часто говорят, вот вы там медитируете в Гималаях, ничего не делаете. А может быть, на самом деле, это самая сложная работа. Потому что, когда вы ничего не делаете, вы ни от чего не убегаете. И все, что вам по судьбе написано, вот вам нужно это все принять. И вы стоите это лицом к лицу. И не шелохнуться. И если к вам пришли плохие люди, то вам все равно надо им говорить спасибо. А если к вам пришли хорошие люди, то вам все равно нужно будет сказать когда-нибудь им до свидания. Или даже прощайте. Потому что Баба Джи говорит, что путешествие туда, в этот центр, основа всех основ, оно лежит в полном одиночестве. Это путешествие, куда вы не можете забрать ни своих друзей, ни своих любимых, ни даже свои мысли, ни даже свои миропонимания, ни даже свои желания, и даже свои идеи вы должны оставить здесь. Потому что это все есть ваш ум. А то, что там, в центре, это совсем не ум. И там уже нет ничего этого. И значит, если у вас это все еще есть, то вы еще не там. А там, это когда уже этого ничего нет. А это и есть путешествие в полном одиночестве. И для обыкновенного человека, даже для меня, это кажется ужасным. Кто хочет оказаться один? Но на самом деле мум боится оказаться один, а душа не боится. Душа хочет оказаться одна. И когда ваша душа осознает себя, что она одна, то вы сразу поймете, что она у вас одна на всех. и вот эта боязнь неосознанных мирян, что если все уйдут в джунгли, то кто будет работать? Я вас уверяю, если все уйдут в джунгли, то они и будут работать. А остальные же не работают, а пытаются побыстрее отработаться, чтобы начать быстрее развлекаться. Весь мир на самом деле не работает, а вот наслаждается. А работает так, чтобы наслаждаться. Правильно? И все же приходят на работу, начинают смотреть на числи, когда закончится работа. И студенты так делают, и преподаватели так делают. То есть они живут не для работы, а живут для того, чтобы наслаждаться. А духовный человек, вот этот Саньяси, монах, который шел в лес как Бабаджи, он вдруг начинает понимать, что он живет для того, чтобы работать, но не наслаждаться. Поэтому он бросает все то, что делается в этом мире ради наслаждения и начинает делать то, что делается в этом мире ради освобождения. И это начинается настоящая работа. Там говорят садху, ну они любят себя и всячески себя восхваляют. Потому что они говорят, ну что критиковать? В Индии вообще мало кто себя критикует. Это мы любим себя покритиковать. А там все хорошо. Если, они говорят, если жить в этой Майи, то надо жить в хорошей Майи. Об этом все хорошо, все замечательно. И вроде есть нечего. Ну то есть, с нашей точки зрения, у них-то много чего есть. Но с нашей точки зрения, они как-то не так едят, как-то мало живут. В смысле, как-то скудно живут, мало хотят. А на самом деле счастья и покоя больше. И здесь, в России, я встречал и встречаю благодаря Бабаджи много людей, которые каким-то образом поняли это все. И даже не уходя из этого мира, оставаясь в своих вешенебельных квартирах или в полуподвальчиках, они как-то себе живут спокойно. Им все равно. Что там происходит, чего не происходит. И при этом они что-то делают, каким-то образом общаются, и люди их любят, и друзей у них много. А они как-то вот не привязаны ко всему. Поэтому Бабаджи говорит, что самая большая проблема это желание, а желание выходит из привязанности. Поэтому давайте смотреть внимательно, к чему мы привязаны. Давайте поймём, говорит Бабаджи, чему мы привязаны. К самому себе или к тому, что нам принадлежит. И если вы посмотрите на своё тело, то вы поймёте, что это тело ваше тело, что оно вам принадлежит, но вы не тело. И если вы посмотрите на свой ум, то вы поймете, что это ваш ум, но вы не ум, потому что когда он закрывается там во сне, в глубоком сне, вы же не умираете, вы же возвращаетесь и помните, что я спал и ничего не знал. То есть вы там были, просто ум не работал, поэтому впечатлений нет никаких. А вот это сон, сон, это как бы это сказать в двух словах. То есть вот это отсутствие ума в состоянии сна, оно сопровождается чернотой, потому что там есть некая инерция, есть некая сила, которая затмевает этот свет Божий, свет души нашей. А в состоянии медитации там нет этой силы, и поэтому, когда ум останавливается в состоянии медитации, то черноты нету, есть свет, и этот свет наполнен знаниями. И иногда это воспринимается как какие-то изображения, а иногда никак не воспринимается. Но когда вы возвращаетесь оттуда, у вас было такое ощущение, что вы что-то многое узнали, или вы прикоснулись к океану знания. А это уже почти самадхи. А самадхи — это тотальная остановка деятельности ума. Это не контроль ума, это остановка деятельности ума. Это разные вещи. Контролировать этот ум очень сложно, практически невозможно, потому что этот ум — это все, что у вас есть. Это все и есть ум. Но его можно остановить. Остановить, просто перестав на него обращать внимание. Потому что это же вы его подпитываете собственными энергиями, из души. Вы уделяете ему внимание, и он начинает работать. А если перестать уделять ему внимание, то он медленно начнет останавливаться. И когда он однажды остановится со всем, вы вдруг поймете, что вот это вот одиночество и пустота, это не есть пустота и одиночество. Наоборот, это есть единение со всем. И в первую очередь со своей душой, с частью Бога, который живет внутри нас. То есть это и есть йога. Поэтому в Индии йога — это самадхи. Это не какое-то объединение с каким-то Богом, а это самадхи. Потому что вы уже изначально объединены со своей душой. Вы уже есть изначально душа. Вы уже есть изначально часть Бога. А Бог неделим, они говорят. Значит, он... Значит, вы и есть... Будучи частью Бога, вы и есть целый Бог. Говорить об этом не очень принято. Но в целом это так. Главное — эго, чтобы не возбудилось, что говорить, вот он я какой, я и сам Господь. Этого эго будет говорить. Но это можно узнать напрямую. И когда человек начинает понимать это, тогда он начинает понимать это, работу его ума. Что вот ум говорит, надо встать, пойти на работу, надо выпить кофе. А кофе опять плохое, потому что супермаркет опять плохой. Или наоборот, кофе опять хороший, потому что супермаркет открылся хороший. Но у человека, ну как бы это же все ум, в конце концов. И иногда этот кофе хороший, иногда плохой. Ну а у души все равно. Она переживает это, и хорошее, и плохое. Это как, я не знаю, как после, представьте, как вы долго-долго болели, и уже доктора практически уже потеряли надежду. Может быть, доктора и не потеряли надежду, у них всегда есть какая-то надежда, они боятся все-таки говорить. А вот вы уже так, надоело вам болеть уже, и вы уже думаете, господи, может умереть, там, я уж не знаю, там, ну что же такое, никак не получается, уже все скучно. И вдруг выздоровели. Выздоровели, вышли из своей комнаты, из своей квартиры, сели на лавочку, а до этого лежали, не могли выходить, запрещали. А тут вот вышли, первый раз вышли на улицу, сели на лавочку, и смотрите, жизнь. И там дождик идет, или солнышко светит, есть ли кто на улице, нет ли на улице никого, а вам все равно, потому что вы просто живете. Вот так вдыхаете, и выдыхаете. И у вас нет этого страха смерти, и это ужас, и принятие таблеток очередных. И все, и доктор сказал, что у тебя осталось три дня, и вы выздоровеете, или там, две недели, и вы расслаблены, и вам хорошо. Вот это и есть счастье настоящее, это и есть настоящее условие для этого счастья, успокоения ума. Вот в этом состоянии, после долгих страданий, после долгих перенапряжений, когда человек сел, и ему уже все равно, помните, когда вы хотели исполнить свои желания, сильно работали, поступить в институт, хотели же все, наверное, да? И вот вы поступили, и вы прочитали, свои фамилии в этом списке принятых, и вы прочитали. А восторга нет, но при этом хорошо ведь. И вы такой идете, уставший, домой, или не знаю куда, и в общем-то все хорошо, ничего плохого нету. Нет этого восторга, потому что вы поняли, что даже поступив в институт, ничего не меняется. И даже не поступив в этот институт, тоже ничего не меняется, на самом деле. Просто надо было поступить в институт, иначе папа бы расстроился. И мы поступили в институт, и хорошо, папа будет рад, или мама, или там еще кто-то. А если не поступили в институт, ну что, я старался как мог, и ж могла. Тоже все равно. Вы же как были, так и остаетесь. Может, вспомните себя в три года, когда вы стояли в своей кроватке и смотрели на этот мир, и родители вам делали козя-козя рогатая, помните? И вы смотрели на них, и удивлялись, что это они с вами делают. И вот если посмотрите сейчас на себя внутрь, то вы такой же, смотрите на этот мир, вы удивляетесь. И эти люди чего-то от вас хотят, правильно? А вы ничего не хотите на самом деле, потому что все как-то спокойно и ровно. Что бы вы ни делали, вы как были, так и есть. Вот этого, если держаться, это и есть, это осознанность своей внутренней сущности, то ум будет менее беспокойным. Ум будет менее беспокойным, сознание будет более чистым. Сознание будет более чистым, свет души будет проявляться больше, а свет души, он наполнен знанием, он и создает это, материю мертвую, сознанием. То есть, раньше была материя мертвая, а на нее упал этот свет души, или душа там прикоснулась к этой материи. И это мертвой материи стало сознанием. У нас в русском языке есть все ответы на вопросы. Сознание. И вы этим сознанием знаете все. И вам не нужно читать книжки, ни у кого спрашивать. Каким-то образом вы автоматически это знаете. А когда вы все знаете, вы делаете правильно. Поэтому люди спокойные, они как-то меньше делают ошибок. И даже если в новых ситуациях совершенно, совершенно в новых ситуациях оказываются, они как-то сразу быстро принимают, учатся, как себя вести в этих новых ситуациях. А человек беспокойный, он может 25 лет учиться, как заваривать кофе, и так он не сможет его заварить. А он все время будет у него бегать. Или он будет недовариваться, или еще что-либо. А спокойно, один раз заварил, и все. И у него всегда будет хороший кофе по утрам. Правильно? Хотя спокойно люди кофе не пьют. Ну, чем он? Они и так спокойные. У нас еще же есть время. Ну, изначально можно сказать, что один китайский мудрец очень долго шел через весь Китай, чтобы встретиться то ли с Буддой, то ли с Падмасамбамой, я не помню, честно говоря, с величайшим патриархом буддизма. Два года у него заняло это пересечение Китая, и когда он дошел, он спросил, я слышал, что вы познали законы кармы. И этот патриарх сказал, говорят, люди говорят, можете вы сказать мне, что нужно делать, и что не нужно делать нам, мне лично, чтобы освободиться от этого колеса сансары, который на самом деле не колесо сансары, а замкнутый круг сансары. Чаккар это называется, он, который крутится, все время одно и то же. Это замкнутый круг сансары. Что нужно делать, чтобы освободиться от этого замкнутого круга мирской суеты? И этот патриарх, все-таки, может быть, это был Будда, может быть, и под Масамбаву, я не помню, это не важно. Он сказал, что законы кармы настолько высоки и тонки, что понять этим умом его, их невозможно. Но можно дать практический совет. Говорит, какой? Делайте хорошо и не делайте плохо. И тогда этот мудрец китайский говорит, я придворный мудрец, пришел два года, потратил, мне 98 лет, потратил последние, одни из последних своих лет своей жизни, чтобы добраться до вас мудрейшего, как мне сказали, святого, чтобы услышать то, о чем знают здесь даже маленькие дети. Взволновался, разозлился. И тогда под Масамбавом, по-моему, все-таки это было в Китае, разозлился и говорит, смотрите, такой великий мудрец не может сделать то, что знают даже маленькие дети. Поэтому это правда. Ведь познание собственной души лежит через успокоение ума. Успокоение ума лежит, точнее, достигается через убирание беспокойства. То есть наши проблемы это беспокойство нашего ума. В йоге все, что не связано с душой, а связано с этим внешним миром, называется беспокойство ума. Это и есть эти вритти, завихрения в нашем сознании. И чем больше у нас этих беспокойств, тем хуже мы воспринимаем реальность этого окружающего мира, а значит, хуже воспринимаем его божественность. А мир действительно божественен, потому что он сделан из Бога, и он сделан Богом, и он сделан для Бога. Больше ничего в этом мире не существует. Но мы почему-то видим одних чертей, которые делают какую-то чертовщину для себя же. Правильно? Все наоборот. Откуда они взялись, если их не было никогда раньше? Кто их создал? Йоги, говорят, их создали наше беспокойство ума. Если бы наш ум не было бы таким беспокойным, мы смогли бы увидеть весь этот мир, откуда он взялся, как он сюда пришел, и как он существует, и что из этого будет в конце концов. И поняв это, человек сразу успокоится. Но мы не видим, потому что мы очень беспокойны. У нас просто нет времени. Как пошутил один святой, говорит, посмотрите, Бог везде, но нет времени. И все этим и занимаются. Они все бегают, люди, и пытаются успокоить свои беспокойства с собственного же ума. И успокаивают их таким образом, что эти беспокойства только увеличиваются. Правильно? Вот мы думаем, купите компьютер, и он будет работать за нас. А за компьютер надо деньги платить. И он ломается. А там еще этот Windows, правильно, который не работает. И вот мы сейчас пытались в интернеты выйти. и 3G, и самая быстрая интернет-телефония, а ничего не работает. И все, опять все плохо. И там кто зависает, только что-то включается, не включается. Не получается, не работает. Успокоение, беспокойство собственного ума может произойти только через отстранение от них. Они не... Ну, как сказал Баба Джин, называют это ложью. Мы один раз солгали, и мы начинаем лгать второй раз, чтобы сохранить предыдущую ложь. И третий раз, и четвертый раз. И вот это наше беспокойство, которое, нашего ума, оно нас заставляет делать чего-то еще, чтобы убрать это беспокойство и соприносит новое беспокойство. А нам надо пройти через это беспокойство. Если нам скучно, то нужно скучать. Если нам радостно, то нужно веселиться. Если нам нечего делать, то ничего не надо делать. Если надо много чего делать, то надо много делать. Даже если вы уже не можете этого делать, вам все равно нужно много делать. И тогда вы пройдете через все эти беспокойства, и они сами развяжутся. А если мы будем все время убегать, то они никогда не развяжутся, а наоборот, они будут только накапливаться. А мы когда-то достигнем такого состояния, что наше тело состарится обязательно. Даже бессмертные йоги старятся и умирают. Потому что все, что рождено, и всё обязательно умрёт. И это тело расстарится и станет уже невозможно его поддерживать в этом состоянии жизни, и душа его бросит и выйдет из него. Но как душа, не та чистая душа, Духа Святого, а вот с этим умом, ум, который живёт в тонком мире. И в этом уме, в этом сознании будут записаны все беспокойства, которые мы набрали за всю эту жизнь, за все предыдущие жизни. И она пойдёт в другие миры со всеми этими беспокойствами. Тело наше останется здесь и вернётся обратно в землю. Но мы не останемся. Ум как был, так и останется. То есть эта смерть, которую мы так называем, это не смерть. Это всего лишь изменение. Переход из одного состояния в другое. Раньше у нас было физическое тело, а теперь у нас тонкое тело. И пока эти беспокойства не успокоятся, наше это тонкое тело будет хотеть чего-то. Наш этот ум будет чего-то хотеть. А если у него желания будут сильные, то ему в конце концов придётся взять нечто такое, чтобы он смог что-то делать. А это руки и ноги, а это тело. И тогда ему придётся родиться снова в этом мире и снова пытаться успокаивать эти беспокойства. И эти беспокойства будут успокаиваться до тех пор, пока не успокоятся все до одной. Или иначе нам придётся здесь рождаться и рождаться. Поэтому и йоги говорят, что на самом деле этот мир создан не для развлечений, а для отработки наших кармических обязанностей. А эти кармические обязанности, они могут быть совершенно разными. У кого-то может быть в цирке, а у кого-то может быть на свиноферме. Главное относиться к ним как к некому дару. Вам дали это тело, вам дали такой ум. И благодаря этому телу и этому уму вы можете делать определённую такую-то работу. И если вы будете делать какую-то другую работу, то будут больше конфликтов. На самом деле нам не нужны ни дома, ни квартиры, ни гаражи, ни дачи. Нам нужно только счастье и покой. Единственное, что нам... Всё, что мы делаем, мы должны делать из этого намерения для счастья и покоя. Если нам на свиноферме счастливее и покойнее, чем в фешенебельной квартире, то, может быть, и лучше жить на свиноферме. А если нам на свиноферме никак не счастливы, не покойны, то можно всё-таки попытаться тогда эту фешенебельную квартиру, попытать, испытать это. Но в фешенебельной квартире приносит очень много головных болей. А на свиноферме, где пришёл, где лёг, там и заснул. А в фешенебельной квартире есть диваны, и надо подметать. Ну, много всяких нюансов. За всё, что есть, происходит в этом... За всё, что мы делаем в этом мире, за всё нужно каким-то образом отвечать. За всё нужно каким-то образом платить. Знаете, я когда взял Саньясу, первое, что меня научили, они сказали, «В этом мире ничего нет бесплатного. Нужно за всё платить». Для меня, как для русского, это был большой шок. Я говорю, «Как это платить? Мы же Саньяси». Он говорит, «Ну и что?» Нужно за всё платить. Не обязательно деньгами, но обязательно нужно платить. И нужно... А если вы хотите освободиться, то нужно платить больше, чем вы берёте. Давать нужно больше, чем вы забираете. И тогда вы будете освобождаться. И знаете, тут ещё один тонкий момент. В шастрах написано, что человек, который занялся духовным развитием, в конце концов, уединяется в своей пещере или в монастыре и начинает медитировать на Боге или молиться Богу, или заниматься всякими духовными практиками, которые приводят к очищению его ума, к очищению его сознания. И он в конечном счёте начинает понимать себя душой. И эта душа, она вечная. И он перестаёт страдать из-за всех неисполненных желаний, потому что он понимает, что он не ум. Неисполненные желания — это функция ума. А я душа, а у меня всё хорошо. И всё. А на самом деле нет. Освобождение начинается только внутреннее, а внешнего освобождения нет. Потому что этот мир наполнен людьми, чьё сознание нечисто. Мало того, они не занимаются очищением своего сознания, но они чего-то от вас хотят. И это их нежелание, связанное с вами, это достаточно большая вещь в этой земле. Поэтому даже реализованные йоги, они всё равно отрабатывают свою карму, приходя в этот мир и встречаясь с людьми, с которыми они не хотят встречаться, по-хорошему. Но они уже знают, что не хочет или хочет только ум. А душа, она всегда одна и та же. Поэтому они спокойно встречаются с ними и смотрят на них. И он хороший этот человек, или плохой, и его это не волнует. Бандит он, или самый святой на всём мире, его не волнует. Есть какая-то кармическая задолженность, которая привела его к этому человеку. И есть какая-то карма, которая заставила его оказаться в этом же месте, в это же время, где и этот человек. И теперь задача, чтобы этот человек после этой встречи с ним больше не имел никаких привязанностей к этому йоге. То есть нужно отдать ему больше, чем он хочет, чем забрать у него. Чтобы он уже не хотел ничего получить от нас, грубо говоря. Поэтому надо подставлять, видимо, или щёки. Но при этом, когда речь заходит о мире, о своём доме, о доме, или о стране, тут надо быть очень внимательным. Это очень тонкие вопросы. Я боюсь сейчас что-нибудь сказать, лепнуть что-нибудь неправильное. А наша страна неправильно это поймёт. Поэтому единственное, что Баба Джи говорит, что надо контролировать своё. Не контролировать, а надо понимать, что у нас есть эго. И что оно есть у всех, это эго. И что ничего невозможно в этом мире без эго. Но одно эго может быть направлено на наслаждение и удовлетворение своих желаний, на удовлетворение желаний своего тела и ума. А другое эго может быть направлено на поддержание жизни этого тела, этого общества, этой страны, этого мира. И это поддержание жизни это уже не то эго, которое ведёт к разрушению. А наоборот, это эго, которое ведёт к созиданию. И оно хорошее. Поэтому надо... Это не значит, что кто-то от чего-то от вас хочет, и вы должны этого отдавать обязательно. Тут нужно смотреть внимательно, чтобы помимо вас ещё, помимо того, то, что вы отдаёте, ваше ли это на сто процентов, или на это ещё претендуют какие-то другие люди. Как, знаете, простота хуже воровства, говорят в христианстве. По-простому можно отдать всё, и своя же семья умрёт с голоду. Поэтому нужно смотреть, о кого мы заботимся, о себе или о своей семье. Но для этого нужно быть искренним. А вот эта искренность самая большая проблема, потому что наш ум всё время нас обманывает. Мы всё время говорим, это нужно не мне, это нужно моим близким или друзьям. Это нужно моей стране. На самом деле, тут надо развивать эту искренность. А для того, чтобы эта искренность развилась, нужно медитировать, мне кажется. Другой практики нет. И Баба Джи тоже говорит, хотите познать своё сознание, хотите изменить своё сознание, то надо медитировать. Надо учиться останавливать деятельность своего ума, достигать этой внутренней тишины. Потому что любая крия, любая техника, любая работа, она связана с энергиями. И одни энергии порождают другие энергии, другие энергии порождают третьи энергии. Идёт этот вечный процесс трансформации, который никогда не закончится. А если вы достигли состояния тишины, то вы отсоединились от этих всех энергий. И тогда внутри вас проявляется знание, новое знание прямо из вашей души. И вы получаете, мудреете прямо на глазах на самом деле. И вот эта мудрость, она помогает вам в жизни, будь она то мирская или духовная. Поэтому медитации одинаково полезны как и для мирского человека, так и для духовного человека. С точки зрения души, это всё одно и то же. Это всё работа ума. Мирская жизнь, и духовная жизнь, это всё ум. Баба Джи говорит, есть просто два вида ума, один мирской, другой духовный. Но и то, и другой ум. И в конце концов нужно отказываться от того и другого, если мы хотим познать то, что находится за пределами этого ума. И только отказавшись от этого, мы можем из трансформации перейти к трансцендентальному переходу, то есть к выходу на абсолютно новый уровень или выходу за пределы этого ума. И там, за пределами этого ума, мы увидим нечто, что гораздо лучше, чем наш ум. Какой бы хороший ум у нас ни был. И сейчас сложно об этом говорить, потому что большинство из людей даже не осознают, что такое ум. Но там за умом есть некое сознание, на основе которого этот ум работает. И это сознание уже настолько хорошее, божественное, и там уже хранятся все знания. И там уже есть эти великие сверхъестественные способности, ситхи. Но это сознание тоже не вы. Это есть проявление вашей души в виде этого сознания. Душа что-то другое. То есть надо выходить даже за пределы этого сознания. Почему я это говорю? Чтобы некоторые успешные практики не успокаивались, что вот я остановил свой ум, и все, я всего достиг. Нет. Надо посидеть, подождать, посидеть в этом состоянии не ума и понять, что на самом деле там есть что-то еще. А как говорят джиняне-йоги, если вы знаете, кто такие, йоги, которые занимаются познанием истины, напрямую, просто сидят и ждут, пока истина продлится. Они говорят, как они сидят и медитируют, они даже пранаяма не делают. Ни пранаяма, ни асана, ничего не делают. Просто сидят и ждут, пока ум успокоится. 24 часа у них медитация каждый день. То они говорят, до тех пор, пока что-то есть, это не истина. И это правда. Потому что пока что-то есть, это все меняется. А значит, не истина. А вот когда все исчезло, вот тогда все истина. И тут надо очень внимательно смотреть. У нас на Алтае пришел один человек и сказал, Бабаджи, большое спасибо. Наконец-то сегодня вы мне показали такую технику для медитации. Я получил самую гигантскую медитацию, самую лучшую медитацию во всей моей жизни. Бабаджи говорит, какую? Он говорит, волна такая снизу пошла и наверх так меня так, а, и сверху так вниз, и снизу вверх. Спасибо большое. Бабаджи говорит, ну это же энергии. Он говорит, да, это самая лучшая энергия, которую я видел. И Бабаджи очень расстроилась. Он такой говорит, по-моему, я слишком много рассказываю этим людям. Они не понимают, о чем я им рассказываю. Потому что Бабаджи говорит об отсоединении от энергии, не улучшении этой жизни, а выход на абсолютно новый уровень, на сепарирование самого себя от всех этих энергий. то есть не становления, не выхода от зубного врача к мастере рейки, а наоборот, будущий, оставаясь зубным врачом, почувствовать, что там, внутри, есть нечто бессмертное, вечное, безграничное и божественное. Потому что это вышло из Бога, который вечен, безграничен и божественен. И вот это будет трансцендентальный переход. А все остальное есть трансформация. И трансформация бесконечная. Этот мир, он бесконечен. Это и есть, как говорит Бабаджи, эволюция истины. Просто эта истина эволюционирует таким хитрым образом, что иногда развивается таким, проявляется таким хитрым образом, что иногда кажется, что это и не истина совсем. А иногда кажется, что вот это не истина стал совсем истиной. То есть, этот ум, который нам все объясняет, он на самом деле играет свою большую игру, и мы должны постараться научиться отличать эту игру ума от игры Бога. Потому что игра Бога, она как-то тоньше. Она основа этого игры ума. Я бы сказал, что этот ум или это эго, из которого вышел этот ум, и есть тот самый первый ученик Бога, который был самый могущественный, и который потом пошел по другому пути и превратился в самого большого врага. Если мы с ним сможем разобраться, то мы сможем познать, что это такое душа, что такое Бог, и что такое то, о чем говорят все священные писания всех религий. Религии предлагают просто каждый свой путь для успокоения этого ума. Религия предлагает каждый свой способ для достижения этого вечного счастья и покоя. Но, по сути, все говорят об одном и том же, что ум, пока ум не успокоится, мы не сможем познать основу всей жизни, а значит, мы не сможем познать смысл этой жизни, а значит, мы не сможем начать жить правильно в этой жизни, потому что, не понимая смысла этой жизни, мы не можем делать правильные поступки. И нас учат смыслу этой жизни. На каждом рекламном борде, на каждом рекламном этом щите написано, в чем смысл нашей жизни. Но это маленький смысл, а есть один большой смысл. И вот все маленькие смыслы подстраиваются в одно, только когда мы узнали один самый большой смысл жизни. То есть, все эти принятые истины о том, что должна быть хорошая семья, должна быть хорошая квартира, хороший дом, хорошая работа. Ведь это же истина, это же правда. Так должно быть. Не должно быть плохой работы, точно не должно быть. Не должно быть плохой семьи, абсолютно точно не должно быть плохой семьи. И дом должен быть хороший, правильно? Это же истины, но это маленькие истины. А есть некая такая большая истина, ради которой все эти маленькие истины были придуманы. И вот эту большую истину, не познав, мы вряд ли сможем начать правильно жить, вряд ли сможем начать правильно воспринимать этот мир. Именно об этом и говорит Баба Джи. Именно об этом и говорят все священные писания всех религий и народов. Вопрос, как это сделать? Все это говорят, а никто не делает. И даже кто-то делает, но выясняется, что ничего не получается. Потому что все находятся внутри своего аквариума, у аквариума своего ума. И этот ум, как очень хитрый и умный, и самый наш близкий, знакомый, он делает с нами одно и то же. Мы хотели как лучший, как сказал наш известный премьер-министр, а получилось как всегда. И мы начали дело за благо, а закончили за упокой. И пошли в йога-клубы за очищением тела, а в конце концов ушли от своей жены или мужа. И начали медитировать на Боге, а заболели шизофренией. Потому что ум не дает нам правильно оценить ситуацию, и не дает нам правильно принять решение. В Индии отвечают очень просто. Должен быть гуру. Гуру, кто такой гуру, никто не может вам сказать. Это не кто, кого вы можете признать как самого главного человека в своей жизни. Поэтому в Индии не так сильно развита философия, объясняющая, как этот мир работает. Они говорят, гуру большой, вот эти саду, которые они умеют писать и читать, они говорят, почему ты делаешь так, если вы спросите их. Они говорят, мне так гуру сказал, а гуру большой. Ну типа я маленький, а гуру большой, и поэтому я так и делаю. И иногда вот они собираются, вот сейчас вот пойду там, сделаю какую-то такую работу, не знаю, вот мне дали там 10 тысяч рупий, и попросили накормить садху, все округи. Я сейчас пойду и делать буду бандару. Это званый обед для всех саду. Это в Индии считается очень благоприятное дело, очень благое дело, святое дело. То этот человек, я вот видел один раз, он пришел к гуру джи, говорит, гуру джи, я пошел, вот мне дали 10 тысяч рупий, вот тебе 2 тысячи, потому что это мой гуру джи, так положено гуру джи жертвовать. Я вот сейчас возьму оставшиеся 8 и пойду, я уже договорился, я за 8 тысяч сделаю бандару как будто бы на 20 тысяч. Там тот преданный мне поможет, этот преданный мне поможет, тот бесплатно даст, этот бесплатно даст. И уже 100 саду придут, я накормлю 100 саду за один день сегодня. Правда ведь? Хорошо. А гуру же говорит, нет, нехорошо. Говорит, почему? Он говорит, мало-то еще понять почему. Выбросите деньги. И он идет и выбрасывает, плачет и выбрасывает. Я спрашиваю, а почему так, гуру же? Я говорю, не знаю, ну и так сделал. Потому что гуру большой. А потом, через несколько лет, этот гуру в процессе разговора с другим человеком рассказал, что человек, пожертвовавший эти 10 тысяч, был очень нехорошим человеком. И если бы он накормил саду, то были бы большие проблемы у этих саду. И человек этот не собирался меняться. И в общем, на самом деле, все правильно этот человек сделал, что выбросил эти деньги в гангу. Гангаджи почистит, сказал он. Гангаджи точно не испортится. И она почистила. То же самое, как с Рамакришной Парамаханцей. Когда один раз Вивикананта медитировал на своем, на берегу Гангаджи, то где-то там в кустиках, чтобы никого не видел, чтобы никто его не видел. Он вдруг увидел, что его гуру, Рамакришна Парамаханс, пришел и начал высыпать в Гогу воду изумруды, какие-то драгоценности, колечки, сережки золотые, серебряные, какие-то маленькие камешки, драгоценности. А у них всегда было полно народу, чтобы покормить их. И периодически не хватало денег, чтобы всех накормить. Потому что многие приходили на Даршан с Рамакришной Парамаханцей. Он был величайшим святым сто лет назад. И он подошел к нему и подбежал, забыл про свою медитацию, подбежал к нему и говорит, Груджи, Груджи, что вы делаете? Почему? Зачем вы выбрасываете эти штуки? У нас там так много бедных. Мы собирались как раз поликлинику открывать тут недалеко. Это же большие деньги, они же нам очень помогут, они нам очень нужны. Почему вы это делаете? И тогда он ему сказал, эти деньги даны такими грешными людьми, что ни одна поликлиника не может помочь, построенная на эти деньги, не сможет помочь никому. Единственное, что можно сделать с этими подношениями, выбросить их в Гангу. Ганга же их почистит, мы не сможем их очистить, мы не настолько серьезные святые, чтобы взять на себя грехи этих людей. А вы же бестолковые, мои ученики, вы же привязываны к этим драгоценностям. И если я попрошу кого-нибудь из вас, вы не выбросите. Поэтому я сам старенький и больной, он уже был стар и болен, пошел к реке и выбросил их своими руками, чтобы быть уверенным, чтобы они все ушли туда, никто не положил себе их в карман. А ты, следуя в будущее, никогда не спрашивай своего гуруджи, почему. Можешь спросить, в чем секрет гуруджи, того, что ты делаешь. И вот это очень важно. Одно из самых главных условий отношений ученик к гуру, не спрашивать гуруджи, почему. Типа, подозревая, что вы что-то не понимаете, или точнее, гуруджи что-то не понимает, что гуруджи ошибается. Вы можете только спросить, почему я глупый такой и не понимаю того, что вы делаете. В чем секрет того, что вы делаете. И вот эти тонкие нюансы, тонкие детали отношений гуруджи, они в Индии, они известны. И саду рассказывают это любому, в ком они видят действительное желание учиться чему-то, жертвовать собой. Они очень просто проверяют. Они напоят вас чаем и смотрят, помойте вы стакан за собой или не помойте. А если помойте, то как помойте? Вот он возьмет стакан, посмотрит, не помыл. Не скажет ничего, потому что ему нужно, чтобы вы были довольны. Он не хочет создавать никакую карму с вами. Будет все время делать все, чтобы вы были довольны. Все время будет говорить, да, можно. Будет стараться, по крайней мере. А если вдруг он увидит, что вы и его стакан взяли, то он такой говорит, о, и мой стакан взял. А потом принесете два стакана, а там же нет воды. Там надо воду принести откуда-то, ведро. Взять землю и землей потереть это. Вода холодная, все неудачно. Знаете, я все время веселился, смотря на городских жителях, как они моют это. Они знают, что надо мыть, но они уже забыли. У них у всех фейри во всех больших городах Индии. Ну, я уж не говорю про наших цивилизованных граждан. Ну, вот Сааду, он знает тоже. Они приходят, два стакана, и он посмотрит, и они чистые. И он-то начинает по-другому относиться к этому человеку. Он говорит, садись, шоколадку будешь? Там какой-то японец три месяца назад пришел, шоколадку преподнес. Вообще-то я не ем, ну, давай сидим на тебе и себе. О, вкусная шоколадка. Он как-то у него совершенно по-другому все мыслит. И потом этот человек говорит, о, Бабаджи, а что-то у вас тут грязновато, можно я подмету? Нет, не надо, не надо, нет, Бабаджи, я все-таки подмету. И он начинает подметать, и такой Бабаджи уже сидит и смотрит, о, подметает, старается. И тогда начинается этот процесс общения. Понимаете? То есть они смотрят, человек готов дать сначала, а потом просить. А у других бывают другие. Баба, вот 10 рупий, расскажи мне, что, как мне спастись от моих проблем и несчастей? Бабаджи говорит, сейчас чаю попью. Мне некогда чай попить, прям сразу мне объясни. И Бабаджи говорит, ну, он все понимает, что человек не готов учиться, не готов ничем жертвовать. 10 рупий преподнес, что-то такое. И он ему рассказывает, но все равно он не скажет никогда ничего такого, чтобы этот человек остался неудовлетворенным. Потому что у них, они знают, их научили. Они знали это всегда, что надо оставлять своего собеседника удовлетворенным, максимально. Конечно, невозможно всегда исполнять это правило, но нужно стараться. Стараться изо всех сил, чтобы ваш собеседник, человек напротив вас, всегда был доволен. По крайней мере, вами. То есть, поэтому они иногда могут сказать, это не я, это вот он, подлец. Они очень часто перекладывают свои ошибки на других. Но главное, чтобы вот со мной все было в порядке. Много всяких перекосов в этом отношении среди них. Но есть и хорошие вещи, о которых можно поучиться. А главное, знаете, я обратил внимание, они едят легкие вещи и свежие. И они такие легкие и свежие. А мы любим раз в неделю приготовить борщика и целые недели потом его есть. И от этого у нас какая-то тяжесть есть у людей. Я обратил внимание. Сначала я думал, что слишком много мяса и алкоголя в нашей России советской. А потом увидел некоторых йогов по 25 лет вегетарианцы. Они тоже тяжеловаты. И что-то, ну, по сравнению с... И в Индии едят мясо и пьют алкоголь. И достаточно много в последнее время. Сейчас стали много денег зарабатывать. А алкоголь не подорожал. Раньше это было доступно только богатым. А сейчас даже этот вело-рикша может себе позволить хорошего качества купить что-нибудь. И там серьезные проблемы начинаются. И все равно при этом они какие-то легкие на подъем. И как-то прощают быстрее. И как-то относятся больше с любовью. И даже когда он вас обманывает, он все равно как-то вас больше любит. А здесь как-то вот... Ну, я вот встречал несколько людей. Они как-бы любят со страшной силой. Но так страшно любят, что прям хочется убежать. Как помните, кто-то сказал, что милые и добрые люди окружали меня все плотнее и плотнее сжимая кольцо. И тут... А что делать, я не знаю. Баба Джи говорит, ничего не делай. Закрывай глаза, смотри внутрь. Мы можем только помолиться за этот мир. Так он отвечал этому человеку про эти солнечные системы и корабли космические, чтобы улететь на другую солнечную систему. Он говорит, мы можем только молиться. Он говорит, надо объединять их. Политиков надо объяснять им. Он говорит, политикам ничего не объяснишь. Люди, два человека больше и дольше долгое время вместе жить не могут. Это ум. Ум не даст этому объединению. Вы можете объединиться сами со своей душой. Вы можете познать, кто вы есть на самом деле. И тогда волшебные энергии вашей души выйдут из вас наружу и окружающие вас люди начнут воспринимать эту энергию наяву. Они начнут чувствовать, что что-то есть другое. Не только этот ум, не только эти желания, не только эта погоня за исполнением своих желаний. А здесь нечто более высокое, что ли. некое гораздо большее что-то. И они автоматически начнут успокаиваться. Как я много раз видел, приходит Бабаджи на сцену, все галдят, галдят, все много вопросов. А Бабаджи пришел, на сцену сел и все, вопросы пропали. И человек стоит и говорит, Бабаджи, столько вопросов было, теперь нет ни одного. Что делать? Говорит, сиди. И они сидят. И потом через полчаса ум все-таки, ну нет, я даже приехал из другого города, надо спросить. Начинаю спрашивать. Вопросы все один другого глупее. Надо сидеть, говорит Бабаджи. А ум жадный, знаете. Вот уже и не хочется спрашивать, но надо спросить. И вот шел в ресторан, шел, 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 по дороге съел там сникерс, хот-дог. Пришел в ресторан, уже не хочется есть, но пришел, Александр, давайте есть еще в ресторане, вот ешь. Это все же ум. Нету свободы. А Бабаджи может ехать, 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 сейчас вот покушаем, покушаем, покушаем. Пришел, идет и пропал аппетит. И все готово. Он не ест. И не будет есть. Вот эту свободу я у него видел. И все сомнения, которые многие высказывали мне в поводу того, что Бабаджи реализованы йоги, почему он ездит на публике, возвращается с людьми, зачем он устраивает эти лекции или эти йоги-семинары, зачем ему устроить большой красивый кемп на Кумбамеле, зачем ему красивые машины и дорогие одежды. Они убираются после того, когда вы смотрите, когда человек, как Бабаджи спокойно расстается со всеми этими вещами, и когда вдруг не хватает места всем на машине, то он пересаживается на заднюю, на маленькую машинку, потому что в его большой машине может поместиться больше народу. И он едет вот этих вот, ну не знаю, как они называются, такие маленькие машинки совсем, три литра двигатель на переднем сидении, потому что сзади четыре человека сидят, а в его машине, в его большом джипе сидит человек 15, и они все едут, и все очень волнуются, вам же, ничего, надо же уехать, поедемте, поедемте. И вот эта свобода, она как бы очень сильно помогает. Не нужно читать никаких священных писаний, и не нужно практиковать так сильно, как практикуют наши крие-йоги, хатха-йоги. Достаточно просто периодически встречаться со святыми людьми, не важно, какой они религии, не важно, как они достигли этой своей святости. Главное то, что они познали, что за пределами этого, это мир, этот окружающий нас мир, не самое главное. И эти желания нашего ума, это тоже не самое главное. И есть что-то посерьезнее, побольше, и можно с этим жить, и при этом не быть оборванцем, а спокойно, счастливо иметь свои фешенебельные квартиры, большие машины и хорошую работу. А главное, жены и дети начнут любить, что самое главное, и даже слушаться. Знаете, пришел один большой чиновник и говорит, баба Джи, моя жена меня совершенно не слушает, что мне делать? Ни жена, ни дети не слушают. Он говорит, да ты ее оставь в покое. Как это? Ну вообще, ничего ей не говори. Вообще, все время говорит, спасибо, до свидания. Спасибо, мне ничего не нужно. Я счастлив. Спасибо, я счастлив. И что? Через неделю сама придет, скажет, может, тебе чаю приготовить? И он через 10 дней приехал, говорит, баба Джи, точно. Все ровно через неделю пришла, говорит, чаю приготовить. Я до этого 15 лет не мог от нее и чашки чая добиться. Она все время меня дураком и козлом называла. Понимаете, свободный ум, он всегда дает новые решения. Свободные решения, они, как правило, правильные. Поэтому эта гималайская йога, о которой Бабаджи так говорит, она может быть полезна и для саньяси, и для монахов, а может быть очень даже полезна и для мирских людей. Потому что эта жизнь, она бесконечная. И познав свою душу, познав эту высшую истину, и расставшись со всей своей кармой, эта жизнь никуда не исчезнет. Она все равно будет. Ее надо будет жить. Но только сейчас мы живем как некий ужас. Ждем, пока она закончится, и ужас сменится радостью, несчастье сменится счастьем. А после реализации пропадет это различие между счастьем и несчастьем. И все станет ровно и наполнено радостью, такой тихой радостью. Это не будет восторг человека, попавшего в цирк первый раз в жизни. Но это будет такая радость, которая будет всегда 24 часа в сутки ровная и никогда не надоедающая. Поэтому они, эти святые люди, они когда встречаются между собой, они ни о чем не разговаривают. Они очень любят рассказывать в Индии эту историю, когда Платон пришел к Аристотелю, если они там были в одном времени, я не помню. Пришел Платон к Аристотелю, и тут что-то там сидел за столиком, не смотрел в окошко. Пришел к нему Платон, он ему дверь открыл, сел на столик, за столик. И Аристотель тоже сел за столик. И они оба сидели и в окошко смотрели. Полчаса посидели, потом Аристотель говорит, спасибо большое, сегодня очень хорошо посидели, до свидания, увидимся скоро. Встал и ушел. Я говорю, да, я тоже очень счастлив, увидимся. Они не разговаривают, они просто живут, не вдыхают и выдыхают, и наслаждаются каждым вдохом и выдохом. Им все равно, что происходит снаружи, что им надо делать, и что им не нужно делать. Они делают, но они не привязываются. Поэтому Баба Джи учит, вы тоже делайте, но не привязывайтесь. Делать надо многое, особенно если хочется чего-то получить, то нужно 100% выкладываться на то, чтобы это получить, чтобы понять, в конце концов, зачем нам это нужно и что мы получили от исполнения этого желания. И Баба Джи, да и я, да и все, многие-многие люди, занимающиеся, не знаю, как это сказать, чтобы себя не возвеличивать, ну, отложу, люди, занимающиеся такими практиками, говорят, что, что бы вы не захотели, что бы вы не достигли в этой жизни, чего бы вы не сделали ради того, чтобы достигнуть этого в своей жизни, вы все равно рано или поздно вернетесь туда, откуда пришли, то есть к своей душе. Поэтому вы сильно не волнуетесь по поводу того, от чего мне хотеть, от чего мне не хватить. Вы начните исполнять, начните работать на исполнение этих неисполненных желаний. Ну, и, конечно же, вы люди разумные и прекрасно понимаете, что нужно их классифицировать на совсем безумные и на разумные и начать с разумных. Просто исполняя разумные желания, ваши безумные желания автоматически исполнятся, потому что этот мир — это одно большое сознание, космическое сознание, и оно работает для вас, оно создано для вас. Этот мир создан для вас, потому что он есть продукт вашего же ума. Понять это сложно, но это так. И когда этот мир создан для вас и работает для вас, то неужели он что-то даст вам неправильное? Надо только делать что-то. И это может быть работой, а это может быть духовной практикой. Главное — делать что-то. Если ничего не делать или всё время сомневаться, сегодня одно подел, завтра другое подел, после этого третье подел, то ничего хорошего не произойдёт. Поэтому Бабрижи говорит, делайте, что хотите, но делайте это на 100%. Практикуйте мирскую жизнь на 100% или практикуйте духовную жизнь, но тоже на 100%. И рано или поздно ваш ум поймёт многое и вскроет в себе такие возможности, что вы начнёте верить в себя. В себя, в смысле, в то, что у вас есть душа, то, что внутри вас скрыты необычайные силы и возможности, то, что та часть Бога, которая скрыта в вас, по сути, есть этот Бог, а Бог может всё. И для Него нет ничего невозможного. А стало быть, для вас тоже нет ничего невозможного. Если вы захотите, вы можете стать президентом всего мира. Или если захотите, можете стать святым, самым просветлённым святым всего мира. Главное, просто по-настоящему это захотеть и начать это делать. А уж гуру-джи, он появится сам. Будь то мирская суета или духовная суета, гуру, который поможет вам разобраться в этом, обязательно придёт. Потому что это же тоже проявление этого мира, который создан для вас. И этот гуру уже, наверное, даже готов и где-то ждёт там своего места и времени, чтобы начать влиять на вашу эту суету лучшим способом. Чтобы она, наконец, начала давать конструктивные изменения. Чтобы беспокойства уменьшались, а мир и покой увеличивались. Чтобы это качели этих счастья несчастья уменьшались, а это вездесущая ровная радость увеличивалась. И чтобы это люблю-не люблю, симпатия, не типатия отходили на второй план, а это большая, вечная, всепрощающая любовь увеличивалась. Любовь, которая не различает ничего, ни по каким признакам. Любовь, которая не хочет ничего в ответ. Просто любовь, потому что она любовь. Та истинная любовь, про которую Баба Джей все время говорит. И эта истинная любовь нам понятнее больше всего. Разговоры об истине, о Боге, о душе, о духовном развитии, это все некая наука, такая философия. А любовь мы все более-менее знаем. И все хотим именно ее. Но наш ум снова сделал из нее не то, что она есть на самом деле. Потому что истинная любовь, та, которая из души, от сердца, она не знает различий. И она одинаково ко всем. И она всегда прощает. И она никогда не ругается на то, что вот я тебя люблю, а ты меня нет. Или я тебя так люблю, а ты меня меньше. Ей все равно. Она просто любит эту любовь. И эта любовь есть ваше естественное состояние. Если у вас открыто сердце, если у вас проявлена душа ваша, и симпатия, антипатия, грызня, ревность и жадность, это есть те же самые и любовь, та же самая любовь, но только извращенная уже умом. И когда у вас появляются эти чувства, поймите, что опять ваш ум ведет, ввязал вас в свою игру. И только когда это свобода, свободная тихая любовь про спокоен и мир внутри вас, тогда ум отошел на второй план. И тогда вы живете собственной душой, собственным сердцем. Это бывает редко, но бывает. Попробуйте вспомнить эти моменты в своей жизни. Это может быть в 5 лет, когда вам было всего лишь 5, а может быть это было когда вам было 20, а может быть это было позавчера, но это было обязательно в вашей жизни. Попробуйте вспомнить это ощущение и попробуйте выполнить его. Если хотите, помедитируйте на этом ощущении и постарайтесь сделать это как можно чаще, хотя бы один-два раза в день. А если у вас еще есть какая-нибудь молитва или мантра, то почитайте ее. Это очень полезно. Чтобы немножечко уделить время своей душе, чтобы перестать уделять все свое время этому миру окружающему, этому уму, который занимается этим миром, надо хоть какое-то маленькое время уделять своей душе. И тогда этот уме и жизнь станет по-настоящему духовной и человеками мы станем по-настоящему духовными. А быть духовным человеком это хорошо. Поверьте, посмотрите на этих святых и поймите, что быть духовным человеком это хорошо. посмотрите, оказывается осталось пять минут. Я не знаю, что вы говорите? Практики все время проходят внутри себя в любом случае, где бы вы ни были, в Гималаях или в России или еще где-либо, в Екатеринбурге или в Москве, практики проходят внутри себя, но наш ум, конечно же, так привык работать снаружи, что сложно посередине базара сесть и начать медитировать на собственную душу. Поэтому люди предпочитают удаляться, удаляться, по крайней мере, если уж не в какие-то святые места, монастыри или пустыни, то хотя бы в какие-то свои специальные комнаты, специальные места для медитации или для духовных практик, для молитв. Поэтому построены храмы, поэтому построены мечети, церкви. Но если человек хочет удалиться надолго, чтобы позаниматься практикой более серьезно, то имеет смысл, конечно, поехать в какое-нибудь святое место. Желательно, чтобы оно было связано со святыми людьми, чтобы это не какое-то было место силы, как сейчас принято, как сейчас очень модно ездить на места силы, а чтобы там были святые, места святых, на святые места надо ездить. Причем если там еще не живые, эти святые, то это очень хорошо. Как заставить святого человека помогать нам, это большого искусства, потому что ему ничего не нужно. Но можно заставить его помогать. Каким образом? Заставить его себя любить. А как вы заставите себя его любить? ему ему нужного тела и красота, и деньги ему по идее тоже не нужны. Ему нужно ваше настоящее желание, чтобы он вам помог. Искреннее, настоящее желание духовного развития. И тогда святой автоматически увидит, что вам плохо, из-за того, что вы хотите духовно развиваться, а не можете. И тогда он начнет вам помогать. Что для этого делать? Мы стаканы моем, подметаем у них, бросаем свои аскезы, свои великие практики, великие крии, ради которых мы бросили все своих родных и близких. Мы бросаем эти практики ради того, чтобы служить им. Может быть, тогда они поймут, что мы действительно хотим что-то познать, готовы для что-то, чтобы духовно развиться. И тогда они, может быть, начнут нам помогать. Вот многие говорят, как можно приехать в Индию. В Индии много мест святых, но Индия, она сама по себе Индия, и далеко не все могут жить в Индии долго. Приехать по туристическим путевкам в Индию так же полезно, как сидеть на остров Бали или какую-нибудь другую страну. Чтобы практиковать в Индии, во-первых, нужно иметь санскары на эту Индию, то есть наклонности схожие с индийским народом. А у нас, знаете, многие приходят в Индию. Такие, как бы, не знаю, люди странные, прочитали, может быть, в книжках, что вот надо медитировать, быстро самадхи достигнешь, там кундалини разовьется, там махаситхи, махаситхи, можно сыграть хорошо на фондовой бирже и заработать много денег. Или там вообще Бог придет и все скажет, ну все высполнено, надо просто попросить у него. Приезжают такие люди, и они говорят, и они сразу начинают ненавидеть этих индусов. А у них еще, знаете, индусы, они похожи на наших этих, ну, работников рынка, которые нас дурят с утра до веих, ну каждый раз, когда мы не приходим, они нас дурят, каких-то гастарбайтеров, новое слово я услышал здесь, новое. И они начинают к ним относиться как к гастарбайтерам, ну никак не уважают их, а они умные люди, на самом деле, большинство из них мудрые. Проблемы с туристами, как правило, редко встречаются, то есть люди, которые живут как туристы в Индии, они общаются с людьми из так называемых низших каст, которые занимаются обслуживанием, которые плохо образованы, которые не знают манер, которые делают это ради денег. И они, конечно же, не самая лучшая часть индийского населения. Но европейцу, приехавшему в Индию, к сожалению, придется общаться именно с ними, чтобы с ним начали общаться люди из высших каст, и это нужно как-то показать себе, что это тоже из высших каст. А для этого нужно быть очень обходительным, осторожным, не спорить, не знаю, это надо очень внимательным быть. Очень многие ругаются на Индию, говорят грязно и ужасно, а на самом деле не грязно и не ужасно, но надо ходить по правильным местам. И люди тоже врут, и такие плохие, конечно, плохие, но если пойти на рынок, на наш, там тоже мало можно найти хороших людей. Есть же люди, которые совсем только поесть и поспать. То же самое и в Индии. В Индии еще более колоритные. Но есть люди помудрее, помудрее нашего, и они тоже боятся выходить на улицу, как и мы, потому что непонятно, кто ходит по улице, особенно вечером. И ходят они в специальные места, встречаются со своими людьми, то есть у них свой котел, и попасть в этот котел тоже непросто. Но если вы пришли практиковать в Индию, то вам все равно, с кем вы общаетесь, потому что практика, в нашем понимании, это внутреннее путешествие, это переставание обращать внимание на внешний мир. А поэтому вам не важно, кто вас окружает. Конечно, приятно сидеть среди браманов или там высоких, высокоинтеллектуальных людей. Не очень приятно среди животных сидеть. Но в конце концов, именно это внутренняя практика. Не знаю, Баба Джи, например, вот в Ашрамах Баба Джи иногда идут стройки и со всей дури там бьют в эти железные какие-то бочки и там кричат «Вира, Вира, Майна, Майна!» Не знаю, по их, по хинди. И практикующие жалуются к Баба Джи, говорят, не можем медитировать, очень шумно. Он говорит, а вы не медитируете. Он говорит, почему? Потому что вы слышите этот шум. Значит, медитации все еще нет. Настоящая медитация, никакой шум не услышите. И он говорит, это хорошо. Я еще ни разу не запретил. Говорит, нет, помедитируйте. Ну и совсем не можете. Вот на Гангу Джи уйдите, чуть подальше отойдите, садитесь на Гангу Джи. Но не надо и медитировать в тепличных условиях. Потому что в тепличных условиях, если вы медитируете, даже если 6 месяцев, то все равно вы приедете обратно к себе домой и первый же таксист вас собьет с пути истинного. Надо учиться медитировать в тех условиях, в которых мы находимся. Можно периодически езжать в Индию, можно периодически ездить там в Тибет, какие-нибудь буддистские монастыри, можно ездить на Салавки или на Алтай. Но при этом медитировать надо всегда. 365 дней в году, чтобы практика была постоянная. А у нас сейчас моды ретриты, духовные ретриты. На 20 дней уехать и не пить, и не есть. А потом приехать и так уж попить и поесть, чтобы не обидно было за те 20 дней, которые мы воздерживались. И эти 20 дней, весь 20 дней человек сидит. Вот сейчас осталось 3 дня, вот еще 2 дня, вот один день. Иногда они говорят, ну все, часы остановились, ну все, значит уже все, побежали. И очень быстро убегают. Ретриты вечно осторожные. Там очень много нюансов в этих духовных практиках. Поэтому надо, конечно, каким-нибудь заручиться духовным наставником, чтобы он помогал. А когда вы получили этого духовного наставника, то делайте все свои духовные практики согласно его указаниям. Не спорить с ним. Ну не знаю, как это. У нас очень мало культуры общения гуру-ученик. У нас есть культура общения гуру-учитель. А учитель у нас, вот он с 9 до 12 нас в школе учил, а потом с 9 до часу, до 3 учил в институте. А то, что я делаю после 5, это совершенно никак не касается моего гуру, моего учителя. Духовный наставник, он 24 часа, по идее, должен вас касаться все 12 месяцев в году. И нет никаких отпусков. Нельзя уехать в отпуск от своего духовного наставника. Значит, это не духовный наставник. Значит, опять ум придумал очередную увертку, чтобы сменить способ наслаждения этой жизнью. Но если все-таки человек решил, что он хочет позаниматься духовными практиками, причем в Индии обязательно, то полет в Абаджи есть ашрамы в Индии, можно туда приехать, можно списаться по интернету об этом, и можно попытаться там помедитировать. Совершенно необязательно, что Абаджи будет в этот момент в ашрамах, но он туда приезжает периодически. А самое главное, что ему не нужно быть в ашрамах. Он на самом деле такой большой йоги, с такой большой силой намерения, что ему достаточно получить благословение здесь, сейчас, на практику в сентябре, в ашраме, где он не приедет. И вот эта практика будет пропитана этим благословением. И если не получить это благословение и практиковать, то будет другое. И если практиковать прямо напротив Абаджи, например, но делать все по-своему, а не так, как говорит Абаджи, то тоже совершенно другой результат. Я много раз видел это, но, к сожалению, не все могут этого понять. И Бабаджи говорит, мы и ашрамы только для того, чтобы люди приехали медитировать. Мы не просим ничего, ни севы, ни служения, никаких пожертвований, ничего. Но пускай они медитируют. Медитируют, это значит, что сидеть у себя дома или сидеть там на своих местах для медитации. Может быть, это будет берег Ганги, может быть, это будут свои домики или специальные какие-то подземные комнаты для медитации. Но там человек должен медитировать. И когда он вышел оттуда, значит, он пошел кушать, а не на базар, потому что ему соскучилось и не за шоколадками или не за чаем. И на самом деле практиковать таким образом очень сложно. Ум не хочет, совсем не хочет медитации. Ему нравится наслаждение, ему нравится развлечение. И многие приезжают и говорят, Бабаджи, мы хотим ретрит на 10 дней, не есть, не спать, ничего не делать. Бабаджи говорит, хорошо. Бабаджи всегда говорит, хорошо. Можно. А можно я посижу 4 дня? Можно. А можно 6? Можно. А можно я не буду есть? Можно. А можно я не буду пить? Можно. Ну только чуть-чуть, я же чуть-чуть пей. Хорошо. И вот они сидят 4 дня, потом восхакивают с круглыми глазами. И у них ум совершенно безумен. Потому что он 4 дня ничего не видел, ничего не ел, ничего не спал. Никаких переживаний. И вот ему не дали, и он думает, сейчас пойду покушаю. Приходит, а там несоленый обед. И он начинает кричать. Поэтому Бабаджи говорит, надо аккуратненько медитировать. И надо начинать не тогда, а прямо сейчас, чтобы подготовиться к тогда, когда приедете в Ашрам. Прямо сейчас надо сидеть и медитировать. Ну, пытаться медитировать. Нельзя же медитировать. Можно ждать, пока наступят медитации. Все, что мы делаем, делает ум. А медитация случается, когда нет состояния ума. Поэтому можно делать какие-то практики, чтобы этот ум остановился. Но когда все практики закончены, надо переходить просто в состояние ожидания, когда случатся эти медитации. И когда они случились, смотреть за тем, как они происходят, не привязываться к ним. Там бывают какие-то переживания, а может быть и не бывают переживания. Не важно. Главное сидеть, не двигаться, учиться вот этому тишине и покою, чтобы проявилась эта внутренняя наша душа. Наш внутренний океан покоя, который наполнен любовью при этом. Но это можно понять, только погрузившись внутрь. Читать бессмысленно, обсуждать тоже бессмысленно. Практика – это хорошая вещь. А если вы хотите посмотреть на святых во всей своей красе и в большом количестве, то вы можете приехать на Кумбамелу, кстати, в январе этого года, следующего, 2013 года, будет очередная Кумбамела в Аллахабаде. И не знаю, сколько там будет людей. В Харидваре было 70 миллионов людей. Из них миллионов 5, наверное, саду были. Нет, не 5. Ну, несколько, 2-3 миллиона саду точно были. Большинство саду не вызывают такого впечатления, что они совсем святые. Ну, хотя можно у них увидеть некоторые интересные моменты. Но среди них есть точные саду, которые могут оказаться очень большими святыми. И узнать мы не сможем. Поэтому в Индии любят всех саду. Они говорят, вот он в оранжевой одежде, все, он как Господь. Мы же ничего не видим. Ну, то есть мы знаем, что Бог везде, но мы не видим его. И поэтому Бог создал этих оранжевых людей. И мы не знаем, в каком состоянии. Он может быть сумасшедший, он может быть попрошайка, без ноги. Я, кстати, похож очень на них сейчас. И он может быть совсем мошенник, скрывается от полиции, надев одежды. И такое тоже бывает. Но у них все равно намуна, наверное, махарач, извините, хариум, хариум. Если есть копеечка, то копеечку подаст. А вдруг настоящий? Вдруг он благословит? А если мошенник, то ничего страшного, копеечку, то не страшно, забирай, махарач, я помогаю. Веш, они говорят, по форме. Все просто. Не надо думать, кому мы жертвуем и что они будут делать с этими пожертвованиями. Наша задача пожертвовать. Нам надо отдать и все. Нам задача не брать, если мы духовные люди. То, значит, надо жертвовать благословение, махарач, благословите меня. Так вот, она будет в январе. И там она будет месяца, полтора всего идти. И за это время очень много народу придут. Очень много народу туда придет. И практически все саду, со всей Индии придут. Потому что это они воспринимают как обязанность. Многие из них не спускаются из гор или не выходят из своих пустынь много-много лет. И не общаются ни с кем, кроме своих близких преданных. Многие не заводят учеников. Очень многие не заводят учеников. И вообще никуда не ходят. И вообще они говорят, да это все сансара, ерунда, ничего не важное. И вот они читают там, напали на Ирак, не знаю, освободили Кювейт. И они говорят, господи, как хорошо, что я ушел. И они ничего не понимают. Но вот эти вот, на эти кумбамелы не приходят. И они не ходят вниз, потому что там все эти, не знаю, ну то же самое, что и у нас, то же самое и у них. Ничем не отличается Индия от России, ничем. И они не ходят никуда, но тут кумбамелы, и надо пойти, потому что обязанность. Они говорят, это ганга-мать течет, мать ганга, она течет и очищает всех грешников, которые пришли к ней и с верой в эту гангу окунулись в запрощение грехов своих. И она их очищает. Но сейчас так много грешников и так много они ходят окунаться в эту гангу, что ганга-мать сама загрязняется. И только святые люди могут ее очистить, потому что святые люди, они делают свои практики духовные. Кто-то мантру читает, кто-то медитирует, кто-то пранаяму делает, а кто-то просто стаканы моет за другими святыми. Тоже в виде практики. И они через эти практики очищаются сами. И тогда они идут в эту гангу, все вместе собираются, там 2-3 миллиона людей, представляете? И они опускаются, окунаются в эту гангу, и ганга очищается. И они говорят, это наша обязанность. И эти люди, вот эти все семейные, мирские, которые запутаны в сансарии, все запутаны в мирской суете и занимаются ничем иным, как собственной гордыней, они нас кормят. Они нас кормят, и поэтому это наша обязанность хотя бы раз в 5 лет, в 6 лет, два раза, раз в 6 лет на ганге и происходит, кумбамела. Пойти окунуться в этой ганге, почистить их. И вообще дать им возможность прийти к нам, дать им возможность прийти на Даршан, к святым, дать им возможность прикоснуться к святости. Поэтому они одевают все свои эти балахоны, одевают свои суммы и идут на эту кумбамелу. Многие из них с радостью, а многие как с чувством долга. И можно встретить разных интересных, хороших, святых там. Но много и мошенников. Так что будьте осторожны. Если хотите быть защищенными, то постарайтесь попасть как можно быстрее в кемп Бабаджи. Он будет устраивать кемп. Он всегда на кумбамеле устраивает очень большой кемп для всех. Если вам нужны будут какие-то специальные условия, необычные, как все спят, по 20 человек в одном холле, то вам нужно заранее предупреждать, что вы едете, и спрашивать, есть ли такие места. Потому что пока не ясно, как это все будет обустраиваться. Но там будут возможности такого более-менее европейского размещения. Человек по 6 в комнате. На кровати не рассчитывайте, я думаю, потому что эти 20, не знаю, минимум 50-60 миллионов придет. А там территория, как Екатеринбург, наверное, даже поменьше. Километров 12 в длину и километров 6 в ширину. И на ней будут жить эти несколько десятков миллионов людей. То есть там самое дорогое это земля. на этой кумбомеле. И поэтому получить кровать со своим душем, это надо очень постараться. Можно, наверное, все возможно. На кумбомеле все возможно. Но надо постараться. А лучше просто раствориться в этой толпе паломников и святых и, так сказать, окунуться в эту ярмарку бессмертия, как Сангалаев назвал ее, очень красивым именем. Потому что там есть это бессмертие. Это очень старая традиция. И святые эти, и саду, они действительно по-своему бессмертны. И я, прожив 10 лет среди них, могу вам сказать, что этот садху, попрошайка, он может быть совсем попрошайка, совсем плохой. Он может и алкоголь пить, и мясо есть, и там, и за женщинами даже иногда приударять. Он там все может делать. И ради денег все делал, всю свою драму, все это представление. Но если он минимум 10-15 лет, а то и 20 лет, он прожил в этом состоянии, и не, не знаю, не образовал своего дома, не зажил в своем доме, не женился, не образовал свою семью, не создал свой магазин, то есть не привязался к этой сансаре, то через 20 лет у него уже есть некий элемент гуру, у него есть чему поучиться. Просто посидеть с ним, напоить его чаем, очень полезно. И не важно, что у него он богаче, чем вы, напоить его чаем, сделайте ему хорошо. И кто его знает? Тот Господь, который сидит и живет внутри каждого из нас, он проявится из него и благословит вас. Это благословение всегда дает нам нечто новое в нашей жизни. Потому что, действительно, без милости Господа наш этот ум никогда не встанет на новые рельсы. Он так и будет по этому замкнутому кругу сансары бегать. На следующий уровень его переводит только эта милость, будь она напрямую от Господа или через нашу агуру. Поэтому, что я могу сказать вам в заключение? Гос- Господь дал вам все, как говорит Баба Джи, для того, чтобы вы достигли того, чего вы хотите на самом деле. И теперь речь за вами. Теперь вы можете все это делать и пока вы не будете этого делать, никто вам не сможет помочь. Ни один реализованный мастер не сможет помочь человеку, который не идет по пути духовному развитию. Как говорили знакомые художники, под лежачий камень портвейн не течет. Так что, начинайте двигаться и обязательно, если у вас нет еще гуру, то обязательно Господь вам пошлет вашего гуру, который вам поможет вытащить из этого аквариума вашего же ума и покажет вам вашу же безограничность. Потому что этот аквариум находится в океане этого космического сознания и внутри этого аквариума находится то же самое сознание, что и снаружи этого аквариума. Разница просто в стенках. Надо убрать эти стенки и тогда вопросы сами собой уберутся. Ом Шанти, Шанти, Шанти. Спасибо. Спасибо.